Невидимые барьеры В этой главе речь пойдет о вмешательстве таинственных сил в то, что мы считаем реальностью. Особенно нас интересует один распространенный, но малоизученный феномен – невидимые барьеры, которые необъяснимым образом возникают на пути человека, животных и даже машин. В современных рассказах об НЛО зачастую встречаешься со случаями, когда автомобильные моторы глохнут в присутствии НЛО или НЛО посылает в направлении машины луч света. Несколько авторов, в том числе Роджер Сандалл, смотрите, Меттимперик Уфо Балетин, 1976 год, Кларк и Коулмен, смотрите, непознанные, выдвинули гипотезу о том, что это явление берет свое начало в древних преданиях о феях и привидениях. Мы же пойдем еще дальше вглубь веков и проследим эту связь еще в Ветхом Завете, числа, глава 22, стихи 21-33, где речь идет о Валааме и его ослице. Указания, которые Валаам получил от Бога, запрещали ему двигаться определенным путем. Однако он тут же решил нарушить их. И что же? Ослица отказалась вести его тем путем, которым он вознамерился следовать, как он ее не хлистал. Потом она уперлась в стену. Он опять принялся охлистать ее, что было сил. В конце концов ослица улеглась посредине дороги, и никакие удары не в состоянии были стронуть ее с места. Библейское объяснение этого, вложенное в уста ослицы, таково. Ее упрямство было вызвано тем, что дорогу всякий раз преграждал ангел-господень. Форд отмечал целую серию нападений на автомобили в апреле-майе 1927 года. Во время этих атак автомобили вынуждены были съезжать с дороги, куда попало. В одном случае шофер описывал, как он изо всех сил старался держаться правой стороны дороги, в то время как какая-то неведомая сила заставляла прижиматься к левой. Можно было бы добавить еще много таких же случаев, относящихся к нашему времени. Так, в Санбери, Антарио, миссис Селина Ле Грис была оштрафована за то, что из-за ее невнимательности автомобиль, который она вела, врезался в другой, что повлекло за собой смерть человека. Местная газета Recorder and Times от 24 января 1969 года привела слова нарушительницы, отрицавшей свою виновность и заявившей, какая это неведомая сила, казалось, подняла мою машину и силой швырнула ее на осевую линию дороги, на сторону противоположного движения, где и произошло лобовое столкновение со встречной машиной. Правда это была или нет? Но какой суд поверил бы ей? Таинственные несчастные случаи и заглохшие автомобильные моторы часто объяснялись действием не менее таинственных лучей. В одном из самых ранних известных нам случаев подобного рода моторы перестали работать почти на час, примерно у 40 машин. Это произошло на одной из дорог в Саксонии, Нью-Йорк Таймс, 25 октября 1930 года. Тема так называемых «тайных лучей», которые в состоянии останавливать машины, с жаром обсуждалось средствами массовой информации в 1923-1924 годах. Некий англичанин Гриндл Мэттьюс заявлял даже, что он изобрел такие лучи. Дэйли Мэйл, 5 апреля 1924 года. Позднее идея лучей смерти, как и лучей, способных останавливать машины, была возрождена в слухах о чудо-оружии во время Второй мировой войны. Эффект невидимых лучей часто присутствует в старинных рассказах о феях, привидениях и магах. Мы то и дело слышим о колдовстве, сковывающем человека, которое может быть снято лишь тем, кто его навлек. Составитель сборника «Привидения и легенды сельского Уилтшера» 1973 год Кэтрин Уилтшер приводит рассказ 90-летнего пастуха о вознице, который работал с ним на одной ферме в Ньютон-Тоне. Однажды этот человек вез фургон с дровами и на пути повстречал женщину, известную в тех местах, как колдунья. Она попросила у возницы разрешения положить в фургон свой маленький узелок. Он отказался и хлестнул лошадей, чтобы ехать дальше, но лошади заупрямились. В вознице ничего не оставалось, как распрячь их и повезти домой. На следующее утро вместе с возницей поехал фермер, но лошади, достигнув этого места, снова отказались тащить фургон с дровами. И только тогда, когда фермер и возница согласились взять вязанку хвороста для колдуньи, им удалось заставить лошадей везти фургон. В книге «Операции Троянский конь» 1970 год Джон Килл рассказывает, как в 20-х годах XVIII века генерал Эндрю Джексон посетил ферму Белла в Тенниси, чтобы проверить слух о местной нечистой силе. Когда он подъезжал к ферме, колеса его экипажа вдруг как будто вмерзли в землю, и сколько он не понукал лошадей, сколько не хлистал их кнутом, они стояли как вкопанные. Неожиданно спутники генерала, раздраженные непонятной строптивостью лошадей, услышали прозвучавший в воздухе голос, напоминавший лязганье металла. «Олрайт, генерал, карета может ехать!» И экипаж Джексона тронулся. В лондонском еженедельнике «Уикенд» 21-27 октября 1970 года напечатаны свидетельства нескольких очевидцев, столкнувшихся с целой призрачной армией, преградившей им путь на одной из дорог возле Оттербурна, Нортумберленд, где еще в XIV веке произошло целое сражение. Одна из свидетельниц, миссис Дороти Стронг, ехала в тот момент на такси. «Неожиданно, — рассказывает она о событии, происшедшем в ноябре 1960 года, — мотор нашей машины заглох, счетчик начал крутиться, как бешеный, и мне, сидящей в машине, показалось, что она уперлась в невидимую стену. Со всех сторон нас окружили солдаты, которые затем вдруг растворились в воздухе. Самое интересное, что некоторые местные жители говорят, подобное в этих местах уже случалось». Весьма часто приходится читать, что при встрече с феями лошади останавливаются и отказываются идти дальше, будучи не в состоянии перейти черту, за которой на обочине дороги слышится волшебная музыка или кружатся в хороводе феи. Говорят, что Фома Аквинский, научившийся искусству изготовления магических изображений от самого Альберта Великого, так страдал от цокота копыт на улице, мешавшего его занятием, что отлил медную лошадь и закопал ее посреди улицы, напротив своего окна. После этого ни одну лошадь нельзя было заставить, сколько бы ее ни хлистали, идти по этой улице. О невидимых барьерах говорят также люди, попадавшие на то или иное место, заколдованное феями. Дермот Макманус посвящает главу своей книги «Среднее королевство» 1973 год рассказам о заколдованных участках земли. В 1935 году его тетя в Майо послала с поручением девочку-служанку, родом из соседней деревни. Она должна была пройти мимо Лисард, увенчанного буковым лесом холма, на котором располагался один из наиболее известных в округе фортов фей. Девочка очень грустила по дому, и так как у нее было время, она поднялась на холм, чтобы взглянуть с его вершины на родную деревню. Затем она стала спускаться по склону, направляясь к поляне. Едва она ступила на нее, как почувствовала странный толчок. Он исходил скорее изнутри, чем снаружи. Не успев что-либо сообразить, девочка уже шла быстрыми шагами в обратном направлении, в гущу леса, туда, откуда она только что пришла. То же самое случилось и во второй раз, когда она попыталась спуститься на поляну. Тогда она решила выйти из леса там, где она впервые в него вошла. Но на этот раз ее ждало самое большое потрясение, ибо она почувствовала, что ее окружает невидимая стена, пройти через которую она просто не сможет. Девочка пробыла в ловушке несколько часов, оставаясь за этой невидимой стеной, причем стена была столь твердой, что по ней можно было водить руками. Между тем девочки хватились. Уже наступила ночь, и на ее поиски вышли четыре группы спасателей. По словам девочки, одна из этих групп прошла менее чем в двадцати ярдах от нее, но ее не видели и не слышали ее отчаянных криков о помощи, хотя она отчетливо видела людей и слышала, о чем они говорят. Некоторое время спустя она почувствовала, как магическая стена исчезла, и на ее пути нет больше никаких барьеров. Испуганная, обессиленная, прибежала она домой. Невидимый барьер был воздвигнут на стоянке машин в Дурхэме, Северная Англия. По свидетельству газеты New Castle Journal 8 декабря 1975 года, миссис Диллис Кант несколько раз не смогла поставить свою машину на свободное место. Она сказала, что всякий раз чувствовала, как ее машина задними колесами наезжает на кромку тротуара, хотя никакого тротуара там не было. Ее дочери также мешало поставить машину на место какое-то невидимое силовое поле. Двое других водителей попытались поставить свои машины на это место, но не смогли. Однако стоило официальным лицам заняться расследованием этого дела, как заколдованный участок превратился в нормальный. Как писала лондонская Daily Mail 1 мая 1907 года, пожилая женщина в Париже жаловалась судье, что какая-то сила заставляет ее ходить на четвереньках всякий раз, когда она открывает дверь в свою квартиру. Судья приказал задержать ее, полагая, что она сумасшедшая, и послал к ней на дом чиновника для выяснения дела. Последний возвратился с сыном этой женщины, заявившим суду. «Я не претендую на то, чтобы объяснить это. Я знаю лишь, что стоит только матери, дяде или мне самому войти в квартиру, как мы сейчас же начинаем ходить на четвереньках». Тогда суд прислал за дядей, подтвердившим рассказ племянника. «Последний вызвали в суд консьержку, которая показала. Все, о чем вам говорили, правда. Я думала, мои жильцы сумасшедшие, но когда я к ним вошла, то обнаружила, что иду на четвереньках». Магистрат приказал провести в комнатах дезинфекцию. Комментарий доктора медицинских наук Файвишевского В данном комментарии мы будем рассматривать лишь случаи, происходившие с людьми. Что касается ослиц, лошадей, машин, эти факты остаются на совести авторов. Надо сказать, что Библия писалась по устным преданиям. При ее создании использовалось множество притч, легенд, не совсем понятных современному читателю. Кроме того, известно множество рассказов об упрямстве ослов. Не случайно же здесь упоминается эпизод именно с ослицей. И что же, каждый случай упрямства осла следует приписывать действию потусторонних сил? Люди, занимающиеся дрессировкой животных, знают многочисленные случаи необъяснимого, на первый взгляд упрямства их подопечных. Но невлияние же это ангела Господня. Сообщения о невидимых лучах, останавливающих двигатели автомобилей, относятся в основном к 30-м годам. В это время Алексеем Николаевичем Толстым был написан знаменитый гиперболоид инженера Гарина. Тема невидимых секретных лучей была очень популярной в то время. Так не являются ли подобные сообщения данью моде, слухам и тому подобное? Сегодня, когда в моде летающие тарелки, нечто подобное приписывается им. Завтра появятся летающие кастрюли, и они будут также испускать какие-нибудь лучи. Любой автолюбитель знает, что причин остановки двигателя великое множество, и даже не всякий опытный водитель может сразу установить их. Так, неопытному же водителю, любой отказ мотора может показаться загадочным. Что же касается неведомых сил, действующих на людей и заставляющих их совершать движения, необъяснимые для них самих, то здесь можно сказать следующее. Да, действительно, бывают состояния, когда человек не может руководить своими действиями. Например, довольно часто руки как бы не слушаются, ноги сами идут влево или вправо, хотя человеку этого не хочется. Причин этого несколько. Возникают такие явления в результате временного нарушения мозгового кровообращения, например, в случае вегетососудистой дистонии. При этом сознание не теряется, ощущения сохраняются. Гипнабельные люди, легко подверженные гипнозу, часто впадают в гипнотическое состояние под действием монотонности дороги, и тогда они могут совершать неожиданные для себя поступки. Известны действия человека в состоянии эпилептического абсанса, кратковременного бессознательного состояния, когда происходит мгновенное отключение сознания при сохранении двигательной активности. Например, из судебной практики известен такой случай. Женщина-водитель с 25-летним стажем неожиданно для себя на полном ходу врезалась в очередь, стоявшую на тротуаре, затем совершила несколько маневров, их потом не смогли повторить мастера-автогонщики, и остановилась. Признавала себя полностью виновной, мечтала, чтобы ее осудили. Объяснить происшедшее сама не могла. И такой случай не единичен. В ходе медицинских исследований у пациента с помощью электрического тока раздражали двигательный центр мозга. Испытуемому же казалось, что его кто-то зовет, и ему хотелось повернуть голову. Затем он получил от экспериментаторов приказ не поворачивать головы. При увеличении силы тока, то есть степени раздражения, мышцы сами поворачивали голову. У пациента было полное ощущение, что какая-то неведомая сила проделывает это с ним. Вполне возможно, аналогичное самопроизвольное возбуждение этого центра, и как следствие, ощущение невидимых барьеров, неведомых сил, действующих на человека. Случай с девочкой-служанкой типичен для одной из разновидностей заболевания шизофренией, при которой у больного возникает чувство, что он не может управлять своим телом, и кто-то посторонний делает это за него, ставит барьеры, невидимые стены, препятствия, овладел им. Ведь девочка была в подавленном состоянии, грустила по дому. Возможно, часть описанных случаев принадлежит к тому типу и вполне поддается объяснению с точки зрения современной медицины, объяснению, исключающему вмешательство таинственных сил в то, что мы считаем реальностью, как декларируют авторы книги в начале главы. Но есть среди них и такие, которые являются пережитком тех поверий, что существовали во времена веры в волшебников, добрых и злых фей. Впрочем, порой эта вера сохраняется в буржуазных странах и поныне, подогреваемая мистицизмом, под влиянием которого находится значительная часть населения этих стран, не исключая и авторов книги чудес. Левитация и непроизвольный взлет В наши дни сверхзвуковой авиации, наверное, неловко говорить или напоминать о том, что люди обладают способностью летать без всяких вспомогательных технических средств. Мы можем сослаться на целый ряд источников, различных по своему характеру, поскольку явления относятся к разряду исключительных. Христиане поклоняются своим святым, парящим в воздухе и не обращают внимания на летающих мистиков, принадлежащих другим вероисповеданиям. Собирателей фольклора привлекают рассказы о людях, которые улетали с феями, но они без всякого энтузиазма относятся к левитации, вызываемой современными медиумами. Естественно, ортодоксальная наука не проявляет к ним вообще никакого интереса. Нам же, однако, показалось любопытным разобраться в явлении левитации, которую можно определить как полет человека. Существует несметное множество ссылок на левитацию в религиозных источниках. Например, в книге «Левитация», написанной Оливье Леруа, рассказывается о 230 католических святых, которым приписывалась такая способность. К ним относятся Игнатий Лайола, который во время медитации приподнимался примерно на 30 сантиметров над землей, святой Адольфус Лиджори, который поднялся в воздух на глазах своей паствы в церкви святого Иоанна в Фогье в 1777 году, а также знаменитая кармелитка сестра Мария. В саду своего монастыря в Вифлееме она иногда взлетала на вершины деревьев. Поднимаясь, она держалась за ветви дерева. Во всех подобных случаях человек, поднимающийся в воздух, находится в состоянии транса или религиозного экстаза. Сам же физический акт левитации является лишь производным от умственной абстракции или астрального путешествия. Это явление, конечно, не является чем-то исключительным, присущим только католическим святым. Среди мусульман, например, можно упомянуть иранского дервиша XII века Хайдара, который прославился своими неожиданными взлетами на вершины деревьев и крыши домов. Иногда способность к непроизвольному взлету является большим неудобством для тех, кто ею обладает. Так, юродивого Иосифа Капертинского 1603-1663 переводили из одной францисканской обители в другую, чтобы избежать шумной известности, которую он приобрел благодаря частым случаям парения в воздухе. Совершенно неожиданно Иосиф вскрикивал и взлетал в воздух, прерывая таким образом службу в церкви. В результате ему запретили участвовать в общественных богослужениях, и он вынужден был молиться в одиночестве. Однажды, как свидетельствуют очевидцы, Иосиф, подобно птице, перелетел к алтарю и обхватил руками дарохранительницу. В другой раз он взлетел на оливковое дерево и полчаса простоял на коленях на ветве, и те, кто видел его, говорили, что ветвь эта качалась, словно на ней сидела большая птица. Церковь, заклеймив волшебные полеты язычников и дикарей как дьявольские, никогда не поощряла подобных трюков среди своих собственных святых, и таким образом отрезала себя от тех знаний, которые были приобретены другими, менее консервативными религиями, а именно от искусства, управляемой левитации, ибо если она происходит спонтанно, то можно предположить, что в определенных обстоятельствах ее можно воспроизвести по желанию. По проложенной святыми дороге пошли спириты. В июле 1871 года знаменитый медиум Хьюм присутствовал на спиритическом сеансе в лондонской квартире в компании лорда Адера и его кузена, который и описал происходившее. Во время сеанса мистер Хьюм погрузился в транс и в таком состоянии был вынесен из окна соседней комнаты, затем он влетел в наше окно. Сеансы левитации, а также другие приемы черной магии, которые демонстрировал Хьюм, приводили в восторг посетителей модных салонов викторианского Лондона. Но его способности были далеко не уникальны. Много примеров подобного рода приводится в книге Мирче Элиаде «Шаманизм». В ней идет речь о шаманах и других магах Востока, которые могли вызвать состояние, при котором человеческое тело поднимается в воздух. Иногда шаманов выбирали из тех, кто мог непроизвольно взлетать. Так, например, на острове Суматра тот, кому суждено стать священником-пророком, неожиданно исчезает, ибо его уносят духи, а возвращается он в деревню через три или четыре дня. Если же этого не происходит, то его начинают искать и обычно находят на вершине дерева, где он разговаривает с духами. Так как такой человек похож на сумасшедшего, то, чтобы восстановить его разум, приносит жертвоприношение. В архивах общества физических исследований приводятся многочисленные примеры, как какая-то неведомая сила отрывает людей от земли, бросает из стороны в сторону по комнате и так далее. Джо Обри опубликовал письмо священника из Барнстейпа, графства Девон, написанное в 1683 году. В нем детально описываются впечатления очевидца таинственного нападения на молодого человека Фрэнсиса Фрая, который был слугой на ферме в приходе Спрейтон. На него обрушивались различные предметы. Жильцы дома были настолько взбудоражены, а дом так дрожал и трясся, что молодая девушка, которая жила в этом же доме, вынуждена была покинуть его в поисках укрытия. Накануне Пасхи в 1682 году Фрэй исчез. Его искали и нашли полуголом в болоте. Он, не переставая насвистывал и пел, и было ясно, что он сошел с ума. Туфли его валялись неподалеку от амбара, а парик нашли на вершине дерева. Придя в себя через полчаса после того, как его нашли, Фрэй, поклявшись говорить правду, рассказал, что его унес демон на такую высоту, с которой дом хозяина казался не больше, чем сток сена. Он находился в абсолютно здравом рассудке и молил Бога уберечь его от проделок дьявола. Неожиданно он оказался в болоте. Если бы Фрэнсис Фрай испытал это состояние левитации при родовом строе, то он был бы выбран главой рода. В разгар охоты на ведьм его могли просто сжечь на костре. В период, когда Обри писал свою книгу, истерическая погоня за ведьмами начала стихать, и он смог рассказать и описать любопытные явления, которые, правда, не снабдил каким-либо комментариям. Читатели, незнакомые с послевоенной литературой о НЛО, являющиеся сейчас основным хранилищем материалов о подобных явлениях, будут удивлены количеством сообщений о случаях, когда человек неожиданно и необъяснимо переносился в другое место, иногда встречаясь с существами, которые могут нам лишь присниться. Случай с Трависом Уолтоном, описанный в нашей книге в главе «Похищенные и возвращенные» — пример того, о чем мы сейчас говорим. Еще один случай описан в Flying Saucer Review в статье, напечатанной в ноябре 1973 года. Более подробно о нем рассказано в сборнике Кларка и Коулмана «Загадочное». Речь идет об исчезновении бразильского солдата Хосе Антонио да Сильва из палатки на берегу озера, где он рыбачил. 9 мая 1969 года, после необъяснимого отсутствия в течение четырех с половиной дней, да Силва оказался в пустынном месте, недалеко от Витории, в двухстах милях от того места, где он удил рыбу. Он рассказал, что его похитили гуманоиды, которые спустились с летающей тарелки. В нашем архиве зафиксировано много случаев, когда быстрый перенос по воздуху является, пожалуй, единственным объяснением того, что за такое короткое время люди оказываются на большом расстоянии от места, где они находились. Имея в виду именно этот факт, мы склонны пересмотреть считавшиеся абсурдными утверждения древних ведьм о том, что они могут подниматься в воздух и летать, утверждения, которые никакие исследователи черной магии всерьез не воспринимали, но зато к ним серьезно относились свидетели подобных случаев, включая показания самих ведьм. Обычно утверждения ведьм об их способности летать объясняются тем, что они испытывали ощущение полета, принимая различные наркотики и находясь в состоянии транса или гипноза, а на самом деле все это время находились на земле. Мистики часто описывают свое вознесение в мир пророческого видения и считают это полетом на небо. В то же время современные шаманы, пишет Эляде, считают, что физический полет является иногда следствием или продолжением какого-то экстаза. Они очень ценят подобные состояния как напоминание о том, что их предтечи обладали громадной силой и могли создать условия для левитации тела. Если мы не отвергнем все документальные свидетельства левитации святых и аскетов, имеющиеся практически в любой религиозной традиции, нам придется признать тот факт, что некоторые ведьмы, возможно, обладали подобным даром и силой. Ведь если обладающие способностью левитации христиане вынуждены были подавлять в себе это умение, то ведьмам это было делать совсем ни к чему. Комментарий кандидата исторических наук Басилова Конечно, заявление, что человек может без особых приспособлений летать, звучит слишком уж смело. Наверное, и в античности эта идея не встретила бы широкой поддержки. Недаром в легенде о Дедале и Икаре фигурируют искусно сделанные крылья. Древние греки не допускали, что в воздух можно подняться без них. Но ведь нас призывают обратиться к фактам, которые должны убедить, что левитации есть на самом деле. Рассмотрим эти факты. Нам говорят, что шаманы летают. Но в шаманстве авторы книги не разобрались. Их утверждение, что чем дальше мы уходим в глубину времен, тем больше получаем свидетельств о реальности левитации не находят подтверждения в шаманстве. Шаманство знает воображаемые полеты в отдаленные земли, но не знает левитации. Многие народы земли верили, что шаманы должны были и могли отправляться к различным духам и божествам, живущим и на небе, и под землей, чтобы упросить их помочь или хотя бы не вредить людям. Шаманские путешествия совершались обычно во время обрядов камланий, когда, призвав своих духов-помощников, шаман отправлялся в путь к тому или иному духу. К сведению поклонников левитации, шаман путешествовал не телесно, он не отрывался от земли и не парил в воздухе, он лишь изображал разными способами, что поднимается в небо. Алтайский шаман, например, устанавливал березу с зарубками на стволе, каждая зарубка обозначала слой неба. Камлая шаман становился на ту или иную зарубку, поясняя, какого слоя неба он достиг. У якутов и долганов шаманы делали из дерева изображения облаков, на которых они будто бы отдыхали, поднимаясь в небеса. Проводя обряд, шаман говорил присутствующим, на каком облаке он находится, но в воздух не взмывал. Путешествовала его душа. У разных народов шаманы вели себя по-разному, когда их душа будто бы покидала тело, чтобы лететь в иные миры. Шаманы лопарей падали на землю и лежали без чувств, а уже потом рассказывали, что свершила и увидела душа. Обычно же шаманы по ходу обряда на манер репортажа объясняли и изображали, что делает душа. Заметим для точности, что даже шаманская душа нуждалась в транспортном средстве для передвижения. Так, алтайский шаман, чтобы ехать на небо, вначале садился на своего воображаемого коня, с которым отождествлялся бубен. Но вот бубен коню вставал, и шаман пересаживался на гуся, другого своего духа-помощника. По верованиям многих народов Сибири, душа шамана летела к небесным духам верхом на олени, а в подземный мир спускалась верхом на медведя. В Сибири сохранялось и более древнее представление, что шаман его душа на время путешествия превращался в птицу, рыбу, оленя или другое животное. Став рыбой, он плывет в воде, сделавшись птицей, летит в воздухе. Но это уже далеко от левитации. Итак, разговоры о физическом полете шамана возможны лишь при очень поверхностном знакомстве с фактическим материалом. Полет шаманов, по мнению авторов, является иногда следствием или продолжением какого-то экстаза. Все это не точно, не иногда, а всегда, и не следствием, и не продолжением. Воображаемый полет шаманов совершался в состоянии экстаза. Что же это за состояние? Экстаз можно определить как сосредоточенность на образах, вызванных воображением. При этом человек настолько захвачен миром своих видений, что может до известной степени отрешиться от окружающей его реальности. Шаман приводит себя в экстаз во время камлания и ради камлания. Это значит, что его галлюцинации должны соответствовать задачам обряда, то есть они небесконтрольны. Шаман ясно представляет себе обстоятельства своего полета на небо, если обряд требует, чтобы он летел туда. Если же надо отправляться в нижний мир, шаман вызывает в себя галлюцинации, рисующие опасные странствия в мрачные и холодные подземные сферы. Он видит то, что должен увидеть. И тот факт, что шаманские полеты связаны с экстазом, характеризует их как плод человеческого воображения, вдохновленного религиозными верованиями. В рассказах о ведьмах нам тоже предлагают найти свидетельство способности летать без всяких вспомогательных технических средств. А для чего же тогда метла, верхом на которой обычно изображаются ведьмы? На средневековых картинах мы увидим также, что ведьму мчит по воздуху и животное, чаще всего козел, и здесь не без технических средств. Надежно ли как источник рассказы о ведьмах? Вера в связь ведьм с дьяволом, в их полеты на ночные сборища, в средние века стоила жизни тысячам людей. Но пришло время, когда в показаниях ведьмы всякого рода очевидцев стали сомневаться даже те, кто отправлял ведьм на костер. В начале 17 века произошел перелом в деятельности испанской инквизиции. Инквизитору Алонсо де Салазару показались неубедительными признания ведьм и свидетелей, и в результате своих расследований, преодолевая сопротивление коллег, он отклонил многочисленные обвинения в колдовстве. Об этом рассказано в книге датского ученого Хэннингсена «Защитник ведьм», 1980 год. После этого охота за ведьмами в Европе резко пошла на убыль. «Да, ведьмы, как и их предшественники, шаманы, верили в подлинность своих путешествий и свиданий с феями и чертями. Но разве это доказывает, что они действительно летали? Разве встречи людей с привидениями, домовыми, лешими, джиннами и прочими духами доказывают, что эти духи существуют на самом деле? Мы уже говорили, что человек может испытать поразительные по своей отчетливости галлюцинации. В этих галлюцинациях есть своя логика. Человеку предстают образы, уже усвоенные его сознанием, и он испытывает то, что предполагал или ожидал испытать. Так лешего встречает тот, кто в него верит. Леший появляется в том образе, в котором его привыкли воображать. Одинаковость описаний свидетельствует об устойчивости стереотипа. Галлюцинации определены традициями культуры. Не случайно мода на летающие тарелки возникла лишь тогда, когда развитие науки подготовило обывателя к вере в космических пришельцев. Вера в связь ведьм с духами издавна предполагала полеты в места, где духи собираются вместе. И если человек был убежден в своей связи с ними и даже видел их, он не только мог, но и должен был пережить в своих галлюцинациях головокружительные полеты на сборище духов. Одна из ведьм, допрошенная инквизиторами в 1588 году в полярму Сицилия, показала, что она вместе с целой компанией фей и ведьм верхом на козлах прилетела по воздуху куда-то в окрестности Неаполя. На огромной поляне стояли подмостки с двумя креслами. В креслах сидели король и королева, которых рассказчица поклялась почитать вместо Богородицы и Христа, а король с королевой обещали помогать ей, даровать здоровье и красоту. Участники сборища насладились угощениями, а затем предались любви. Ведьма объяснила, что все это она видела как во сне, ибо каждый раз, когда после описанного путешествия она приходила в себя, она была в постели без одежды, то есть в том виде, в каком легла спать. Иногда компания звала ее с собой перед сном, и в таких случаях она, возвратившись из путешествия, оказывалась в одежде. Таким образом, видения рассказчицы происходили как во время сна, так и наяву. Христианское духовенство не могло не распознать языческого характера представлений о ведьмах. Развернув их преследование, церковь дала свою интерпретацию древним поверьям. Ведьмы, провозгласила она, служат дьяволу. За сравнительно короткое время связанные с ведьмами воззрения под влиянием церкви изменились, духи-помощники стали чертями или самим дьяволом, учившим ведьм приносить людям зло. Интересно, что эти изменения отразились в показаниях ведьм и, в большей степени, очевидцев. Мы видим вновь, что содержание видений определено сложившимися традициями. Авторы отсылают нас и к рассказам о святых, будто бы умевших парить в воздухе. Называются имена, приводится цифра 230 человек. Убедительно? Нет. Жития святых совсем не тот источник, на который можно опереться в изысканиях, связанных с возможностями человеческого организма. Если доверять рассказам о святых, то надо признать, что, например, могут жить люди с песей и головой. Именно таким изображался святой Христофор, что человек может некоторое время двигаться и даже разговаривать, держа свою отрубленную голову в руках. Ведь в христианстве известно свыше сотни святых, которые будто бы долго шли без головы к месту своего погребения. Обезглавленный патрон Парижа Сен-Дени якобы прошагал две мили. Один турецкий юноша, лишившись головы, будто бы продолжал сражаться с врагами в течение семи дней. Другой турецкий святой вообще жил без головы и даже женился. В рассказах о святых немало сообщений об удивительных способностях человеческого организма. Вот еще несколько примеров из турецких преданий. Умершая беременная женщина рожает ребенка в могиле и дитя живет. Девушка становится беременной от проглоченных капель крови. Святой способен обратиться в голубя или заставить льва пахать землю, а волка по письменному вызову явится в суд. Он может, когда сочтет нужным, встать из могилы или на худой конец высунуть оттуда ногу. Почему бы не признать, что эти и другие подобные сообщения имеют под собой реальную почву? Сказочный вымышленный характер преданий о святых очевиден для многих верующих, и эти предания давно подвергались критике и в их среде. В течение столетий жития святых редактировались, очищались от явно фантастических деталей, способных посеять сомнения в умах. Протестантизм вообще отверг веру в святых. Нет, при всех ссылках на авторитеты и очевидцев мы не можем признать рассказы о святых достоверными источниками. Напротив, они крайне тенденциозны. Их задача укрепить веру в сверхъестественное, в чудеса, на которые будто бы способен святой. Русский историк Ключевский писал, что не следует воспринимать житие как точный биографический документ, а лишь как назидательный панигирик в рамках биографии. Даже богословы признали, что значительная часть легенд о святых не основана на подлинных событиях, поэтому доверять им безоговорочно, конечно, нельзя. Таким образом, приведенные авторами этой книги сообщения могут показаться убедительными лишь для тех, кто страстно желает поверить в реальность левитации. Странные исчезновения Имеется немало свидетельств о том, что люди неожиданные при самых таинственных обстоятельствах исчезают. Если проанализировать эти исчезновения, то можно прийти к выводу, что во всех свидетельствах о них нет логического завершения. 30 июля 1889 года английская газета Daily Chronicle сообщила, что 13 июля этого же года мистер Макмиллан, принадлежавший к семье владельцев знаменитого издательства Макмиллан, поднялся на вершину горы Олимп. Видели, как он махал рукой с вершины, после чего исчез. Несмотря на тщательные поиски и предложенную награду, найти его не удалось. В 1809 году, пишет Сабина Барингулт в книге «Исторические странности», господин Бадхерст, выйдя из немецкого пивного погребка, направился к своей карете. Он подошел к лошадям, и больше его никто не видел. В декабре 1900 года с острова Льюис гибриды на Фланонские острова приплыл пароход для того, чтобы сменить работников отдаленного маяка, но их там не оказалось. Пилоты Королевских Воздушных Сил Дэй и Стюарт совершили вынужденную посадку в Иракской пустыне в 1924 году. Их следы были отчетливо видны на песке, на некотором расстоянии от самолета, а затем обрывались, и больше никто летчиков не видел. Когда невозможно дать какого-то рационального объяснения происходящему, как в вышеописанных случаях, неизбежно рождаются суеверные представления. Говорят о дьявольских проделках, особенно когда исчезает человек, который живет нечестиво. Так, исчезновение Оуэна Парфита в 1769 году объясняли так. Дьявол взял то, что принадлежит ему. Парфит был некогда пиратом и доживал свои дни в Шептон-Малет, местечке в графстве Сомерсет. Он был разбит параличом. Однажды родственниц, которая за ним ухаживала, завернула его в плед и усадила в кресло у входа в дом, чтобы он подышал свежим воздухом, а сама отправилась по каким-то делам. Когда она вернулась, то кресло, подушка, которая была подложена под спину и плед находились на своем месте, а старик исчез бесследно. Недалеко от дома находились в это время косари. Они были уверены, что никто не проходил мимо этого одинокого дома и ничего необычного не слышали. Проделками дьявола не объяснить исчезновение людей, которые вели добропорядочную жизнь, и появляется другая версия — их унесли ангелы прямо на небо. Однако большинство из исчезнувших недостаточно хороши ни для ангелов, ни для дьявола, поэтому трудно предположить, что их призвал к себе бог или дьявол, поэтому такие исчезновения приписывают некой волшебной таинственной силе, о которой никто ничего толком сказать не может. Мы уже говорили о бытующей вере в то, что людей похищают различные сверхъестественные существа. Однако многие таинственные исчезновения нельзя объяснить и этим. Доктор Мур, например, приключения которого изложены в нашей голове похищенные и возвращенные, был притянут какой-то невидимой силой, которую никто не видел, но которая ему предстала в виде некой группы людей. В те времена, когда большинство людей верили в волшебство, подобная сила отождествлялась с волшебниками. Если бы подобное произошло сегодня, а не в 1678 году, те, кто отдают дань суевериям, возложили бы вину за случившееся на летающие тарелки и на тех, кто ими управляет. Правда, в наше время люди, которые неожиданно исчезали, а затем возвращались, часто рассказывают истории о какой-то неопределенной силе, вовсе не обязательно связанной с волшебниками, феями, богами или даже НЛО. Описание подобного исчезновения приводилось в обозрение НЛО в ноябре 1975 года. Случилось это недалеко от аргентинского города Пахиабланк. Молодой официант по имени Карлос Диас шел домой рано утром 4 января 1975 года. Неожиданно он был парализован сильным лучом света, который струился откуда-то сверху. Воздух вокруг него начал гудеть и вибрировать, и он почувствовал, что его неведомой силой приподняло примерно на 3 метра, потом он потерял сознание и больше ничего не помнил. Примерно через 4 часа он очнулся, лежа на траве у дороги. С ним был его саквояж с рабочей одеждой и газета, которую он купил утром в своем родном городе. Однако, как потом выяснилось, Диас находился в пятистах милях от дома, на окраине Буэнос-Айреса, где его госпитализировали и оказали первую помощь. Для того, чтобы объяснить, где он был все то время, которое прошло между его исчезновением и возвращением, Диас поведал историю, которую легко найти как в литературе мифологической, так и в литературе, связанной с НЛО, хотя в его рассказе были свои специфические детали. После того, как он потерял сознание, он находился в прозрачной сфере, в компании трех странных существ, которые напоминали людей, но были зеленого цвета. Они легко, без боли, выдергивали у него волосы. В больнице, где Диаса обследовали, пришли к выводу, что действительно он потерял немного волос, которые выпали, хотя их корни остались нетронутыми. Никто не видел, как исчез Диас, и лишь только потому, что он вернулся, история получила известность. Интересно, что могли бы рассказать те, кто, как считают, исчез при таинственных обстоятельствах и никогда больше не вернулся? Описано несколько случаев, когда люди исчезали почти так, как Диас. Ну, например, можно привести рассказ о необычном случае с французскими детьми из местечка Клаво, о которых писала 13 января 1843 года английская газета Times. Две маленькие девочки были подняты на воздух, словно попали в воздушную воронку. На родителей, находившихся неподалеку, этот воздушный поток не подействовал, и они притянули девочек обратно на землю. Некий Брэд Стайгер в 1966 году описал в своей книжке «Пришельцы с неба» исчезновение 11-летнего Оливера Томаса из городка Рая Дер Уэльс. Был сочельник 1909 года. Празднество было в разгаре. Оливер Томас вышел из дома, и тут раздался его крик о помощи, исходивший откуда-то сверху. Обыскали весь район. Родители Оливера и их гости обнаружили на снегу следы мальчика, которые обрывались в 75 метрах от дома. Больше о нем никто никогда не слышал. В газете Таймс от 11 декабря 1873 года сообщалось о престарелой паре Кампсон, остановившейся в отеле города Бристоля. Ночью они услышали какие-то звуки. Господин Кампсон встал с постели и начал искать ночные туфли на полу, который вдруг как бы разверсся, и он начал падать в черную пустоту, но жена сумела схватить его и втянуть в комнату. В панике они вылезли из комнаты через окно. Их обнаружили на железнодорожной станции в ночных рубашках, когда они искали полицейского. Есть описание целого ряда событий, которые когда-то случались часто. О том, как феи похищают детей и подменяют их какими-то странными младенцами. Прежде когда повсеместно бытовала вера в реальное существование фей, подобные рассказы распространялись довольно широко. Сейчас в фей мало кто верит. В книге Вальдруна «История острова Мэн», на которую ссылается Халевелл в иллюстрациях к волшебной мифологии, изданной в 1845 году, приводится история одной женщины, у которой дети исчезали вскоре после рождения. После того, как у этой женщины исчез третий новорожденный ребенок, она рассказала, что видела, как его подняла какая-то невидимая сила, она закричала, вбежал ее муж и показал ей, что ребенок находится около нее. Но это был не ее ребенок, это было какое-то странное сморщенное существо, непохожее на ее младенца. Неизвестно, откуда взявшийся ребенок прожил несколько лет. Он не говорил, не ходил и ничего не ел, кроме трав. Некий Бирд Сайкс приводит еще одну историю, ссылаясь на книгу под названием «Английские привидения». Дженет Франсис, жившая в долине Эбе-Фор в Уэльсе, проснулась однажды ночью и почувствовала, что у нее отнимают ее дитя. Она закричала, начала молиться, и ребенок остался с ней. В этой истории есть одна деталь, которая представляет интерес. Говорят, что те, кто подвергается телепортации, то есть переносу из одного места в другое какими-то неведомыми силами, будет особым образом отмечен. И в самом деле, когда этот ребенок вырос, он стал знаменитым проповедником. В более ранние времена, когда феям, волшебникам или ведьмам приписывали способность похищать живые существа, указывали и средства противодействия им. В народных сказаниях сохранилось множество рецептов для вызволения похищенных или подмененных детей. Старое поверье о том, что исчезнувший или похищенный человек может вернуться в годовщину исчезновения, заставило вспомнить история, описанная в газете «Скотиш Дейли Экспресс» о 27 декабря 1971 года. Ранним новогодним утром 1966 года 19-летний Алекс Клэкхорн шел по улице Гованроуд в Глазго с двумя старшими братьями. Неожиданно Алекс исчез, и они его больше никогда не видели. 1 января 1972 года оба брата решили снова пойти по той же улице, как и шесть лет тому назад, и пройти мимо того места, где исчез Алекс, в надежде, что, может быть, он вернется. Мы не знаем, оправдались ли их ожидания. Похищенные и возвращенные Люди не перестают исчезать. Одни исчезают раз и навсегда по своей или чужой воле, другие неожиданно возвращаются. И, конечно же, некоторые возвращаются и считают своим долгом объяснить свое исчезновение. Однако некоторые из этих объяснений не только не проясняют обстоятельств исчезновения, но и задают новые загадки. Вот стандартные объяснения, которые давались в прошлом и даются сейчас. Похищен феями, пошел за пачкой сигарет и больше не вернулся, похищен пришельцами с летающих тарелок. Объяснение, как видим, зависит от того, какие суеверия в ходу. Знакомство с историей права показывает, что нельзя казнить за убийство, если труп не был найден. История знает слишком много юридических ошибок. Известный юрист и писатель сэр Эдвард Коук в третьем томе книги «Институты» рассказывает об ужасном случае, когда восьмилетняя девочка неожиданно пропала без вести. Эта девочка была сиротой и воспитывалась у дяди. По достижении шестнадцати лет она должна была унаследовать родовое имение. От дяди потребовали представить племянницу, но он не смог этого сделать и в панике нарядил в одежду племянницы другую девочку. Его уличили в подлоге, обвинили в убийстве племянницы, приговорили к казни через повешение и привели приговор в исполнение. Спустя несколько лет, когда девочке исполнилось шестнадцать, она неожиданно явилась и потребовала свое имение. Девочка рассказала, что сбежала от дяди и все это время жила у добрых людей в соседнем графстве. В трудах по фольклору девятнадцатого века можно найти описание нескольких случаев, когда неожиданное исчезновение человека могло иметь фатальные последствия для других. Как правило, они связаны с феями, вера в которых в прошлом бытовала в европейских странах. Крокер в третьем томе своей книги «Легенды о феях» пересказывает историю об исчезновении в южном Уэльсе некоего Риса. Однажды вечером Рис и сопровождавший его Лойлин возвращались верхом на лошадях на ферму, где вместе работали. По дороге Рису послышались звуки музыки, и он сказал Лойлину, чтобы тот ехал дальше, так как сам хочет задержаться на некоторое время и здесь потанцевать. Лойлин приехал домой и лег спать, думая, что Рис пошел в кабачок. Когда на следующее утро его друг не вернулся, он был очень удивлен. После того, как все поиски не дали результата, Лойлина стали подозревать в убийстве своего товарища. К счастью, местный фермер, который знал все поверья этого края, убедил правосудие самого Лойлина, а также и того, кто пересказал этот рассказ крокеру, вновь отправиться на то самое место, где Рис сошел с лошади. Когда они приехали туда, Лойлин услышал музыку. Его нога наступила на край круга фей. Он обратился к тому, кто пересказал этот случай крокеру, сказав, Дэвид, поставь свою ногу на мою. Тот исполнил просьбу Лойлина, все другие сделали то же самое, и все они услышали музыку и увидели толпу маленьких фигурок, которые танцевали в кругу, и Риса вместе с ними. Лойлин с трудом вытащил Риса из этого круга и силой заставил его отправиться с ними. Рису казалось, что он танцевал всего лишь каких-то пять минут, и этот случай так опечалил его, что он вскоре умер. Имеются также другие рассказы о похищении людей феями, приведенные Халевеллом в книге иллюстрации к волшебной мифологии, выпущенной в 1845 году. Все примеры он почерпнул из книги некоего Котома, напечатанной в 1678 году и хранящейся в Британском музее. Это, пожалуй, самый интересный из известных нам документов, так как в нем приводится много подробностей, рассказы похищенных и свидетелей как похищения, так и возвращения. За три недели до того, как была написана указанная книга, некий доктор Мур с двумя приятелями путешествовал по Ирландии и остановился на ночь на постоялом дворе в местечке Дромгрях, недалеко от Балтингласа. Мур завел разговор о феях и сказал, что когда он был ребенком, его несколько раз похищали феи, и тогда его мать призывала местных знахарок, которые использовали различные зелья для того, чтобы его возвратить. Во время рассказа, как он сам позже говорил, ему показалось, будто в комнату вошла группа людей, они схватили его и потащили. Приятели Мура, находившиеся в этот момент рядом, увидели, что какая-то невидимая сила влечет его из комнаты. Они попытались задержать его, но он исчез, и они вынуждены были забить тревогу. Владелец постоялого двора, который, очевидно, был привычен к таким вещам, послал за какой-то старухой, которая сказала, что доктор Мур находится в лесу примерно в миле отсюда с феями, и что если с помощью магии она помешает ему съесть или выпить что-либо, то он вернется в добром здравии, а иначе заболеет чахоткой и вскоре погибнет. Рано утром на следующий день доктор Мур вошел на постоялый двор голодной и измученной жаждой, так как провел ночь, путешествуя с феями с одного места на другое, где они пировали и предавались наслаждениям. Каждый раз, когда похитительницы предлагали ему поесть, непонятная сила выбивала у него пищу из рук. Как видно, действовали чары этой доброй женщины. Когда рассвело, он увидел, что стоит один недалеко от постоялого двора. Местный фольклор повсюду полон описаний подобных случаев, и тема эта продолжает бытовать и в наши дни. Иногда, как в случае с доктором Муром, имеются свидетельства очевидцев. Так, газета Daily Express в номере от 15 ноября 1975 года напечатала интервью с молодым американским лесником по имени Травис Уолтон, который за десять дней до этого ехал на грузовике по лесу на работу вместе с пятью своими товарищами недалеко от местечка Сноуфлейк в штате Аризона. Неожиданно над макушками деревьев они увидели яркий свет. Подобные же явления описаны в главе «Таинственные огни». Травис Уолтон подумал не об ангелах или о феях, а о летающих тарелках. В наше время суеверия приобрели совсем иной вид, чем в прошлые века. Когда он и его брат были совсем маленькими, за ними, как он помнит, следовала летающая тарелка. Они решили тогда, что не должны бояться этого предмета. Водитель грузовика Майк Роджерс остановился на обочине дороги, а Уолтон выпрыгнул из грузовика и побежал по направлению к источнику света. Увидев яркую вспышку и обнаружив, что Уолтон упал, его спутники в панике уехали. Когда они вернулись, они не нашли ни следов Уолтона, ни следов летающей тарелки, а пятидневные тщательные розыски и прочесывание леса никаких результатов не принесли. Спутники Уолтона подверглись допросу с помощью детектора лжи в полицейском участке, но шериф, который проводил дознание, не сумел уличить их во лжи, и поэтому обвинения в убийстве им предъявлено не было. На пятый день Уолтон снова появился в местечке Хэббер в нескольких милях от Сноуфлейк. Он подробно рассказал о летающей тарелке, в которой он себя обнаружил после того, как потерял сознание от яркой вспышки света, и описал тех, кто его пленил. По его словам, это были крохотные, человекоподобные существа, напоминающие плод из чрева матери. Подобных случаев в последние годы рассказывалось много. Во многих книгах о НЛО вы найдете схожие описания. В основном это повторения одних и тех же историй, ибо в переписывании и плагиате авторы, которые пишут о летающих тарелках, не уступают фольклористам. Ничего удивительного в этом нет, потому что они имеют дело с одним и тем же материалом. Рис из графства Уэльс, о котором шла речь, был воспитан на сказках о феях, Уолтон начитался научной фантастике и наслышался о летающих тарелках, и тот и другой якобы были похищены неизвестной силой, и, конечно, обо всем этом поведали в рассказах, соответствующих духу своего времени. Опасность оказаться обвиненным в убийстве, которое подстерегает свидетелей похищений, стала реальностью в 1660 году. 16 августа некий Вильям Гаррисон, 70 лет, который много лет служил доверенным лицом леди Кампдэй из Чиппинг-Кампдэн в графстве Глостершир, направился собирать налоги. Когда наступила ночь и он не вернулся, на поиски был отправлен слуга леди Джон Перри, но Гаррисона он не нашел. Позже искавшие Гаррисона люди обнаружили лежавшую на дороге шляпу, сломанный гребешок и окровавленный шарф. Возникло подозрение, что Перри убил Вильяма Гаррисона и его взяли под стражу, где он во всем признался, причем назвал свою мать и брата как соучастников убийства. И мать и брат отрицали это, но Перри настаивал и на следующий год, несмотря на то, что труп не был найден, всех троих судья приговорил к казни через повешение. Полгода спустя убитый Вильям Гаррисон вернулся в Чиппинг-Кампдэн и рассказал фантастическую историю. В ночь, когда он исчез, на него якобы напали два вооруженных всадника, которые саблями ранили его. После этого они отправились с ним в путешествие по Англии, в городе Дил сели на корабль, который был взят на абордаж турецкими пиратами. Пираты продали Гаррисона в рабство старому турку в Смирне. Уже находясь на смертном одре, этот человек даровал Гаррисону свободу и в придачу серебряную чашу, которую тот продал. После многих приключений Гаррисон вернулся в Англию, в Чиппинг-Кампдэн. Судья же, сэр Роберт Хайт, приговоривший к повешению семейства Перри, лишь на основании единственного ложного признания, умер в почестях, и ему был воздвигнут памятник в соборе в Солсбери. Ни один комментатор никогда всерьез не воспринимал рассказ Гаррисона. Но подумайте, зачем старого человека будут похищать, причем без попыток ограбить его? Суждение на этот счет, которое выражено в одном из современных источников, а также документы и мнения, собранные в сборнике под названием «Кампденское чудо», составленным сэром Джорджем Кларком в 1959 году, сводятся к тому, что какие-то неизвестные силы перенесли Гаррисона в Турцию, причем, очевидно, это была работа какой-то ведьмы, а именно матери Перри, то есть матери того, кто признался в совершении убийства. Комментарий доктора юридических наук Ратинова Необъяснимые исчезновения людей, описываемые в книге, выглядят таинственными только в освещении так называемых очевидцев. Жизненная практика и специальные исследования давно уже доказали, что доверие к подобным источникам очень часто бывает неоправданным и является причиной возникновения коллективных заблуждений, ложных слухов и суеверий. Надо иметь в виду, что подавляющее большинство историй с исчезновениями людей просто вымышленно, а те, которые имеют реальную основу, подчас сознательно мистифицируются. Прежде всего, многочисленные факты свидетельствуют о том, что сами очевидцы бывают заинтересованы в искаженном освещении того или иного факта. Заведомая ложь порождается необходимостью оградить себя от подозрений, объяснить выгодным для себя образом пропажу человека, о котором в силу разных причин данное лицо должно быть осведомлено, проявлять о нем заботу, нести за него ответственность. При этом лжец в меру своего разумения, правдоподобным для окружающих образом, извращает происшедшие события, приноравливаясь, с одной стороны к общеизвестным фактам и обстоятельствам, а с другой используя обыденные представления своего времени, распространенные в определенной среде предрассудки и суеверия. Этим, в частности, обусловлены разные варианты объяснений в Средневековье, в Новое время и в современных версиях исчезновения людей, козни дьявола, похищения феями, телепортация, захват инопланетянами и тому подобное. Вместе с тем, более распространенным, нежели ложь источником рассказов о странных исчезновениях, являются добросовестные заблуждения людей, в связи с чем уместно вспомнить поговорку «врет, как очевидец». Наряду с патологическими случаями бреда, галлюцинаций и стероидной псевдологии Болезненное происхождение которых не всегда распознается окружающими, известно, что люди зачастую являются жертвами собственных иллюзий и самообмана, порожденных своеобразным протеканием психических процессов. Псевдология — болезненная склонность к вымыслу, сочинению фантастических историй, в которых рассказчик ставит себя в центр событий. Сказанное главным образом относится к процессу восприятия и интерпретации происходящего, когда люди видят и слышат не то, что происходит на самом деле, а то, что они хотят, ожидают, опасаются увидеть или услышать, к чему они предрасположены прошлым опытом, личными установками, социально-психологической атмосферы и воздействием других людей. Этому способствуют неблагоприятные условия восприятия, сильные эмоциональные переживания, состояние аффекта, страха, паники, крайнее переутомление, ослабленность организма, алкогольное опьянение и прочее. Влияние слухов, сенсаций, внушения, самовнушения и иных факторов, решительно деформирующих материал показаний свидетелей, очевидцев и потерпевших, хорошо изученная область судебной психологии, не оставляющая места для мифологических толкований, приведенных в настоящей книге. Возвращение человека после длительного и безвестного отсутствия, подобное исчезновению навсегда, постоянно служило предметом мистификации, с той лишь разницей, что их первоисточником были, как правило, не сообщения очевидцев, а рассказы самого субъекта, якобы похищенного какой-то чудесной силой и необъяснимым образом вернувшегося назад. История права действительно, как упоминают авторы в главе «Похищенные и возвращенные», изобилует трагическими судебными ошибками, в результате которых невиновного осуждали за убийство пропавшего человека, много лет спустя оказавшегося живым. Именно такие случаи безвестного отсутствия, впоследствии ставшие предметом тщательного и объективного расследования, решительно опровергают легенды о таинственных потусторонних или внеземных силах. Каждый раз оказывалось, что ничего фантастического в исчезновении и возвращении пропавших нет. Во избежание судебных ошибок современным гражданским законодательством во всех цивилизованных странах установлен особый порядок признания лица безвестно отсутствующим, а при многолетнем отсутствии умершим. По уголовным делам установлена система правил, обеспечивающая розыск пропавших и гарантии от необоснованного обвинения и осуждения за убийство при отсутствии трупа, если на самом деле жертва может быть жива. Нельзя не заметить, что за последние полвека в странах, где господствует научно-материалистическое мировоззрение, а религиозные предрассудки носят пережиточный характер, не зафиксировано ни одного случая подобных чудес, которые в других странах будоражат общественный интерес подогреваемой средствами массовой информации. Это ли не подтверждение того факта, что всякие истории с таинственными исчезновениями возникают там, где для них есть питательная почва, мистицизм и суеверие людей? Питательной почвой для возникновения такого рода невероятных историй служит и потребность обыденного сознания в ярких впечатлениях, нарушающих скучные течения малосодержательной повседневной жизни. Не случайно жертвами чудесных похищений чаще оказывались люди ничем не примечательные, заурядные и даже в чем-то ущербные. В их свидетельствах о случившемся сказываются и психические отклонения, на почве которых происходит измышление различных небылиц, и так называемые пограничные, почти болезненные черты характера этих людей, неумеренное и неудовлетворенное тщеславие, неконтролируемая фантазия, хвостливость, тяга к сенсациям, стремление к сверхкомпенсации своей мнимой или действительной неполноценности, недостаточности, неустроенности. Измышления всяческих чудес, объясняющих безвестное отсутствие, подчас далеко не бескорыстны. В конечном счете, они приносят моральную и даже материальную выгоду, служат средством сокрытия подлинных событий и поступков, огласка которых нежелательна для субъекта. Что же касается причин ухода таких лиц в неизвестность, то они могут быть самого различного свойства. Это и роковое стечение тех или иных жизненных обстоятельств, и несчастный случай, и личные мотивы, например, стремление изменить условия своей жизни, уклониться от ответственности, и жажду острых ощущений, и так далее. Естественно, что, вернувшись, исчезнувшие не всегда склонны раскрывать, что с ними происходило на самом деле во время отсутствия, и они вместо признания в совершении ими подлинных и, может быть, предосудительных поступков, прибегают к измышлениям историй, способных удовлетворить падкую на сенсацию публику. За их фантастическими объяснениями стоят довольно тривиальные факты. Учитывая множество вполне земных и тяжких переживаний, зачастую выпадающих на долю человека во время безвестного отсутствия, нужно ли удивляться, что он возвращается странно изменившимся? Во всех случаях, когда рассказывается о таинственных исчезновениях людей, надо исходить из того, что ничего таинственного тут нет. Есть или откровенные сказки, будоражащие фантазию лиц, находящихся в плену суеверий и мистицизма, или же вполне естественные случаи, приобретающие сверхъестественную окраску? Конечно, через многие годы, десятилетия, столетия трудно реконструировать случаи, описанные в литературе, отделить правду от вымысла. Вот, например, история детей из французского местечка Клево, которые были якобы подняты в воздух, словно попали в воздушную воронку. Такое могло произойти на самом деле? Дети могли попасть в область действия, проходившего мимо воздушного смерча, способного поднять человека? А вот то, что родители притянули детей обратно, такого случиться не могло. Вполне возможно, что реальное событие получило мистическую интерпретацию. Во всех случаях, знакомясь с подобными историями, мы должны прежде всего задать вопрос, а было ли в действительности то, что описывается в них, или это суеверный вымысел? Телепортация Телепортация — слово, которое ввел в обиход Чарльз Форд для того, чтобы описать явление переноса предметов из одного места в другое, без видимого применения или участия физической силы. Очень большой материал собран в течение столетий о том, как люди, другие живые существа и предметы иногда переносятся на большие расстояния, как говорится, в мгновение ока. Мы хотим рассказать о происшествии, описанном в испанских источниках, причем юридических, которые были разысканы неким Джессупом, одним из первых, начавшим писать о неопознанных летающих объектах. Речь идет о суде Инквизиции над солдатом 25 октября 1593 года, неожиданно появившемся в городе Мехико, хотя его полк был расквартирован в 9 тысячах миль от Мексики на Филиппинах. Он смог рассказать только, что за несколько мгновений до своего появления здесь он нес караульную службу при дворце губернатора в Маниле, столице Филиппин, который только что был предательски убит. Как он сам появился в Мехико, солдат понятия не имел. Несколько месяцев спустя люди, прибывшие на корабле с Филиппин, подтвердили известие об убийстве губернатора и другие детали рассказа солдат. В своей книге «Бесшумная дорога», опубликованной в 1962 году, специалист по черной магии, ныне покойный Уэлсли Тюдор Паул рассказал о случае телепортации, происшедшем с ним. В декабре 1952 года я сошел с поезда на пригородной станции примерно в полутора милях от моего дома в Суссексе. Поезд из Лондона прибыл с опозданием, автобус уже ушел, а такси не было. Дождь лил не переставая. Было пять часов пятьдесят девять минут пополудни. В шесть часов мне должны были звонить из-за границы, и это был очень важный для меня звонок. Ситуация оказалась безнадежной. И что совсем было плохо, так это то, что телефон на станции не работал, ибо на линии было какое-то повреждение, и я не смог им воспользоваться. В отчаянии я сел на скамейку в зале ожидания и начал сравнивать показания времени на своих часах и станционных. Учитывая, что на станции часы всегда идут на пару минут вперед, я решил, что точное время было семнадцать часов пятьдесят семь минут, то есть, иначе говоря, осталось еще три минуты до восемнадцати. Что потом произошло, не могу сказать. Когда я пришел в себя, я стоял в холле своего дома, который находился на расстоянии добрых двадцати минут ходьбы. В это время часы начали бить шесть. Минута в минуту зазвонил телефон. После того, как я закончил свой разговор, понял, что произошло что-то очень странное, а затем, к своему великому удивлению, увидел, что туфли мои были сухими, на них не было грязи, и одежда была также абсолютно сухой. Следует предположить, что майор Поул каким-то таинственным образом был перенесен к себе домой, ибо очень желал быть дома, и ему необходимо было быть дома, причем он никакого сознательного усилия для этого не предпринял. Если это могло произойти вот так спонтанно, то почему телепортация не может произойти по волевому приказу? Тут на ум приходят ведьмы спириты или следующий случай, вызвавший в свое время насмешки. Медиум госпожа Гуппи, весившая примерно сто килограммов, мгновенно была перенесена 3 июня 1871 года из своего дома в Хайбери в Лондоне в дом на Лэмс Кондуит Стрит в трех милях от первого. Причем приземлилась она в неглиже прямо на стол в момент спиритического сеанса. А теперь мы переходим от этого довольно пикантного эпизода к рассмотрению самого замечательного подвига в области телепортации, который когда-либо совершал христианский мистик. Преподобная Мария никогда не покидала своего монастыря Иисуса в Аграде, Испания. И тем не менее в период между 1620-м, когда ей было всего 18 лет, и 1631-м годом она по официальным данным совершила более 500 путешествий в Америку, где обратила в христианство индейцев племени Юма в Нью-Мексико. Этот факт был признан далеко не сразу. Католические власти которым уже не раз приходилось сталкиваться с ложными утверждениями людей, склонных к религиозной истерии, всячески пытались заставить сестру Марию отказаться от утверждений, будто она действительно совершала свои трансатлантические полеты. Однако свидетельства миссионеров, побывавших у индейцев Мексики, заставили их признать, что полеты действительно были. В 1622 году отец Алонсо де Бенавидес из миссии Исолито в Нью-Мексико в письме папе Урбану Восьмому и Филиппу Четвертому Испанскому просил объяснить, кто до него успел обратить индейцев племени Юма в христианскую веру. Сами индейцы заявили, что знакомству с христианством они обязаны женщине в голубом, европейской монахине, оставившей им кресты, четкий потир, которым они пользовались, когда служили мессу. Позднее было установлено, что этот потир принадлежал монастырю в Агреде. Отец Бенавидес узнал о сестре Марии и услышал о ее фантастической убежденности в том, что это она обратила индейцев Юма в христианство лишь в 1630 году по возвращении в Испанию. Он получил разрешение посетить монастырь и расспросить ее, что и сделал со всем усердием, получив от нее подробные отчеты о визитах к индейцам Юма и детальные описания их обычаев и одежды. Сестра Мария вела дневник, но сожгла его по совету своего исповедника. В этом дневнике она описывала свои путешествия, включая свое видение планеты Земля в форме шара, вращающегося вокруг своей оси, что в то время считалось ересью. В житии преподобной Марии из Агреды Джеймс Каррико делает следующий вывод. То, что сестра Мария действительно многократно посещала Америку, подтверждают документы испанских конкистадоров, французских исследователей и абсолютно идентичные рассказы различных индейских племен, живущих друг от друга на расстоянии многих тысяч миль. В любой фундаментальной книге по истории юго-западной части США можно найти упоминание об этом мистическом явлении, беспрецедентном в истории мира. В одной из записок Марии есть деталь, которая приведет в восторг любого исследователя необычного. Так же, как и в фольклоре, где путешественников в царство фей предупреждают, чтобы они не принимали от них даров, не ели пищу и не желали их женщин, Мария получила повеление Бога, чтобы она без него и без его на то воли ни в мыслях, ни словом, ни делом не показывала желания своего и ни до чего не дотрагивалась. За последние годы было много сообщений о непроизвольной телепортации, в основном связанной с НЛО. Многие из них приводятся в работе Джона Килла «Наша посещаемая планета», 1971 год. Так, Херальдо Видаль ехал на машине со своей женой в районе Байя-Бланка в Аргентине в мае 1968 года. Неожиданно они очутились в Мексике на расстоянии многих тысяч миль от того места, где были всего 48 часов назад. Они понятия не имели о том, где находятся и как они здесь очутились. Единственным признаком того, что с ними что-то произошло, был опаленный кузов их автомобиля. Другой случай, описанный Кларком и Коулменом в книге «Неопознанные», произошел с Жозе Антонио Досилво 24 лет, который 9 мая 1969 года оказался неподалеку от города Витория в Бразилии в состоянии шока в порванной одежде на расстоянии 500 миль от Бедо-Оуру, где он находился 4,5 дня назад. Его рассказ о том, что он был пленен существами ростом в 4 фута, перенесен ими на другую планету, а затем возвращен на Землю, звучит фантастично, но этот случай, так же, как и многие подобные происшествия, был тщательно расследован и после этого не осталось сомнение, что Досилва верит в то, о чем говорит. Важной чертой всех случаев телепортации, связанных с НЛО, является возвращение жертвы в состояние шока, транса и полуамнезии, что полностью совпадает с историями, где речь шла о похищениях людей феями в более давние времена. Как видим, одни случаи телепортации происходили спонтанно, без очевидного постороннего влияния, другие же, наоборот, были явно управляемы, пусть и бессознательно, волею тех или иных людей с высокой нервной организацией. К ним следует причислить сестру Марию и майора Тюдора Поула, двух совершенно не схожих типов людей. В средние века никто не сомневался в существовании оккультных сил, и чем дальше мы заглядываем в глубину веков, во времена ведьм и шаманов, вплоть до всесильных магов древних цивилизаций, тем больше подтверждений получаем о якобы имевших место случаях управляемой телепортации и волшебных полетов. И хотя это явление не признано, оно, тем не менее, то и дело происходит, но вместо летающих мистиков и переноса по воздуху многотонных каменных колонн мы слышим о летающих автомобилях или о ничего не понимающей паре, которая оказывается в Мексике в то время, когда она должна была быть в Аргентине. Комментарий кандидата исторических наук Серова С древнейших времен живет мечта о быстром перемещении в пространстве без особых усилий. Мировой фолклор полон таких рассказов о полетах на ковре самолете, в вихре, на джинне, на бесе или еще на чем-нибудь со скоростью ветра, быстрее ветра или просто и недвусмысленно во мгновение ока не успев оглянуться. Законы физики не допускают перемещения тел, не только человеческих, но и вообще физических, способами, известными по старым рассказам и сказкам или такими, которые описаны в настоящей главе, так как они требуют слишком много энергии. Но наука наукой, а с мечтой расставаться никому не хочется, поэтому, открыто не выступая против законов физики, приверженцы телепортации, пытаются найти какой-нибудь по возможности неопределимый источник сверхмощной энергии, позволяющей развить сверхскорость. Прежде, при всеобщей и непреложной вере в могучих духов, добрых или злых, такой источник находился легко. Иоанн Новгородский по русской легенде за одну ночь слетал на Бесе в Иерусалим и обратно в Новгород. Испанская легенда рассказывает о подобном полете в Рим. Гоголевского вакулу авторы нашей книги, конечно, в расчет не принимают, это билетристика. Впрочем, в главе говорится только о научных, документированных фактах, хотя иногда авторы и проговариваются, что документация не сохранилась. Не случайно из их рассмотрения целиком исключены неисчислимые материалы процессов над ведьмами, где почти каждая обвиняемая признавалась виновной в полете на шабаш по воздуху с помощью волшебной мази, верхом на метле, белой дубине, черном баране либо козле и тому подобное. Авторы явно боятся связываться с таким скомпрометированным материалом, а ведь он практически не отличается от приводимых ими сведений. Еще в античности вольнодумцы смеялись над легендами о сверхбыстром перемещении людей и предметов. И в средневековье церковь призывала не верить россказням ненормальных женщин и мужчин о том, что те воплоти носятся на разных зверях с Дианой языческой богиней и с другими демонами по воздуху. Епископальный канон десятого века так объяснял истоки такой веры. С кем же, конечно, не бывает, что в ночных грезах он будто покидает самого себя, и кто во сне не видывал того, чего не приходилось никогда видеть наяву? Но кто же может быть столь глуп и тупоумен, чтобы все подобное, что происходит с духом, относить и к телесному существованию? Цитируется по книге Спиранский «Ведьмы и ведовство», очерк по истории церкви и школы в Западной Европе, Москва, 1906 год, страница 75-я. И в следующие века не было единомыслия в этом вопросе. Крупнейшие теологи 13 века Альберт Великий и Фома Аквинский предпочитали даже библейские рассказы о телепортации не толковать буквально, другие церковники воспринимали эти тексты без сомнений. История испанской монахини Марии из Агреды имеет черты, свойственные и современным доказательствам телепортации. Существовавшие будто бы документы впоследствии утрачены. По тому же образцу строятся и научно-фантастические романы вроде Плутония Обручева или Затерянного мира Конан Дойла. Для подтверждения своих слов авторы цитируют книгу Джеймса Карико, но она тоже полна явных искажений. У испанских конкистадоров нет никаких сообщений о полетах Марии из Агреды. Это местная церковная легенда и не единственная, пересказывавшаяся потом путешественниками или индейцами, услышавшими ее от миссионеров. Если Мария посещала только индейцев племени Юма, то свидетельства тех индейцев, что живут от них на расстоянии многих тысяч миль, вряд ли могут приниматься в расчет. Авторы замешали в эту историю и папу Урбана Восьмого, в то время как в 1622 году папой был Григорий Пятнадцатый. Есть еще одна деталь, которая должна была подтвердить правдивость этого рассказа. При полете Мария видела землю в виде сферы, что, по мнению авторов, являлось ересью. На самом деле, такое мнение ересью в ту пору уже не считалось. Но на какую же высоту возносилась Мария? И в этом случае, и в других, когда речь идет о вмешательствах пришельцев, авторы справедливо отмечают одну главную черту сообщающих — аномалии в их психике. В случаях, связанных с НЛО, вообще типично состояние шока, транса и полуамнезии. Авторы неверно утверждают, что это характерно и для рассказов о людях, похищенных феями. Предположить, что контакт с пришельцами способен вызвать шок, можно. Предположить можно все, так как неизвестно ничего. Но положиться на рассказы людей в таком состоянии, чем бы оно ни было вызвано, легкомысленно. И наконец надо обратить внимание на следующее свидетельство, которые приводят авторы, принадлежат специалисту по черной магии, медиуму, лицам, увлеченным проблемами НЛО, католическому священнослужителю, всем тем, кто так или иначе находится в плену мистических взглядов и представлений. Уже одно это заставляет с недоверием относиться к подобным свидетельствам. И, конечно, нельзя исключить, что кое-кто, повествуя о чуде телепортации использовал его как единственную версию для оправдания своего появления в той или иной стране. Так, например, могло случиться в истории солдата с Филиппин, неожиданно оказавшегося в Мехико. Чудесное кормление В своей статье о чудесах в книге «Человек, миф и магия» Оуэн отмечает, что чудесное кормление Христом множество людей сегодня чаще всего рассматривается как притча о духовном кормлении, нежели как отражение того факта, что пять хлебов и две рыбы смогли утолить голод большого числа страждущих. Такова современная тенденция для объяснения всего нерационального в Священном Писании, и нам остается только сожалеть об этом. Хотя детали и кажутся довольно большим преувеличением, само кормление не представляется исключительным в своем роде. Утоление голода очень многих, весьма малым, теологи называют чудом изобилия. Ему посвящена целая глава в трактате Папы Бенедикта XIV о беотификации и канонизации рабов божьих. Этому путеводителе по мистическим феноменам. Отец Герберт Сёрстен рассматривает ряд такого рода чудес в своих физических феноменах мистицизма, приходя к заключению, что феномен этот не может быть отброшен как очередная легенда. Последний пример чудес такого рода связан, насколько нам известно, с именем индийского святого Саи-Баба. В книге Саи-Баба «Человек, дарующий чудеса» Говард Мёрфет приводит описание трапезы после религиозной церемонии. Столы были накрыты на сто персон, но пришло в десять раз больше. В доме находился и Саи-Баба, который спас положение чудесным образом, увеличив число порций в десять раз. Как пишет Мёрфет, индийский святой мгновенно делал сладости и раздавал их еще горячими. Святой Анжиолу Паули умер в 1720 году, получал настоящее удовольствие, занимаясь размножением небольшого количества пищи, чтобы иметь возможность раздавать ее беднякам Рима, которым он почти никогда не отказывал в подаянии, если видел, что они действительно в нем нуждаются. В его житии 1756 год Качиари отмечает, что Анжиолу часто приглашали на трапезы, устраивавшиеся в кармелитских монастырях. Однажды, жарким июньским днем, святой отец привел группу людей на трапезу в сад, где обеспечил всех салатом и редисом, не говоря уже о пироге и корзинке клубники на десерт. Все это в засушливое время года было настоящей редкостью. Качиари приводят и другие подобные случаи могущества отца Анжиолу. Один из наиболее признанных случаев чудодейственного размножения пищи привел к причислению к лику блаженных Андре Фурне умер в 1834 году основателя дочерей Креста общины для воспитания бедных девиц в Ля-Пюи Пуату. Однажды, в 1824 году, сестры в Ля-Пюи были в отчаянии, так как в ларе у них оставалось очень мало кукурузы и не было денег, чтобы пополнить ее запас. Прочтя сестрам проповедь о чуде кормления Христом страждущих и попеняв им за неверие в возможность подобного чуда, святой Андре велел сестрам собрать всю кукурузу, которую они смогут наскрести, в две кучки и начал ходить вокруг них, произнося молитвы. Сестра экономка после этого в течение двух с половиной месяцев кормила двести своих товарок, причем количество кукурузных зерен в кучках заметно не уменьшалось. В представлении святого Андре в канонизации было сказано, что он являл это чудо несколько раз, что позволило снабжать общину кукурузной мукой с июня по декабрь. В житии блаженного Иоанна Боско Офре также ссылается на то, что в представлении канонизации приводилось свидетельство явленного этим святым чудо изобилия. Однажды в 1860 году Боско узнал, что в Солезианском монастыре в Турине, где он остановился, не осталось еды на завтра. Триста голодных ребятишек, живших в приюте при монастыре, жалобно смотрели на него. Тогда он приказал принести все хлебные крошки или корки, которые можно было найти в доме. Нашлось всего пятнадцать или двадцать маленьких черствых кусочков хлеба, которые положили в корзину. Он прижимал ее к себе, шепча слова молитвы, и, обойдя всех, сумел дать каждому ломоть хлеба. Иногда приходится слышать о чуде, которое происходит с тестом во время приготовления хлеба. Например, суровой зимой 1845 года монастырю Бон-Пастер в Бурже надо было кормить ежедневно сто шестнадцать человек. Между тем запасы зерна были на исходе. Мать Элетье вдохновила монахинь на то, чтобы они молились о заступничестве святой Жермене. Она была уверена, что скудный запас зерна будет пополнен. Сестры, занятые приготовлением пищи по настоянию матери Пелетье, стали использовать примерно треть обычного количества муки. Уже через несколько минут тесто поднялось и стало убегать из квашни. Его было более чем достаточно для выпечки хлеба, вдвое превышавшего потребность монастыря. Подобное повторялось неоднократно в период между ноябрем 1845 и февралем 1846 во время которого монахиням не надо было заботиться о покупке муки. Эти чудеса, по мнению церкви, были достаточно тщательно документированы, чтобы канонизировать святую Жермену в 1854 году и причислить к лику блаженных мать Пелетье. Интересно отметить, что традиционные фольклорные рассказы о земных скитаниях Христа и святого Петра включают варианты этого же феномена. В народных преданиях Севера 1903 год Дассент рассказывает, как однажды Христос и его спутник зашли в дом пекаря и попросили у него немного хлеба, так как были голодны. Жена пекаря, решив, что перед ней обычные попрошайки, взяла самый маленький, какой только можно было положить на противень кусок теста, но через минуту оно убежало. Ей стало жаль тратить столько теста на каких-то бродяг, и она отщипнула кусочек еще меньше, чем первый раз, но тесто опять убежало. Тогда жадная женщина вообще не стала печь для них хлеб из своего волшебного теста. Рассердившись, Христос превратил хозяйку в дятла. Впрочем, чудо-изобилие восходит к временам гораздо более древним, чем христианские. Их отголоски слышатся в народных легендах о волшебных котлах и чудо-чашах практически у всех народов мира. Такие чаши, сколько из них не пей, никогда не опорожняются, а каждый, кто отпил из них хоть глоток, уже не будет знать в своей жизни ни жажды, ни голода. Даже рискуя быть обвиненными в буквализме, мы тем не менее считаем, что во всех этих рассказах есть доля правды. Вместе с тем, мы полагаем, что чудесная провизия должна была откуда-то браться. Зная об эффекте телепортации, мы подозреваем, что он использовался магами старой школы, как, впрочем, пусть и неосознанно, и святыми уже в более поздние времена. Вот почему, признавая это, мы стараемся во всех таких случаях найти и соответствующие сообщения о провизии исчезнувшей. Если бы мы захотели, то смогли бы заполнить страницы этой книги случаями пропажи пищи, разных предметов и живых существ, которые, однако, пропав в одном месте, объявляются в другом. Мир полон до краев разного рода встречными перевозками, перелетами и тому подобное. В своей книге мы лишь попытались намекнуть на масштабы и разнообразие этих явлений. В главе «Дожди из живых существ и органической материи» нам уже приходилось отмечать случаи выпадения семян одного вида на какой-то один определенный участок земли. Эти падения с неба не только наблюдались очевидцами, но и фиксировались в документах. Представьте себе целинное поле, которое как бы жаждет семян, подобно пустым прудам алчущим рыбы. Смотрите главу «Дождь из лягушек и рыб». А затем мысленно засейте его теми семенами, которые, как мы рассказывали, падают с неба. Тогда и произойдет то самое чудо, которое отмечено дважды в одном только 1919 году. Ко всеобщему изумлению, люди видели поле, самозасеянное пшеницей. Сообщение об этом появилось в частности в газете «Кардив Ивнинг Ньюз» от 1 июля. В нем рассказывалось, что одно поле в Линкольншире, остававшееся под парами в течение десяти лет, в последний раз его засевали ячменем, принесло урожай прекрасной пшеницы, значительно превосходившей по качеству пшеницу на других полях этого района. О другом аналогичном случае сообщала лондонская газета «Санди Экспресс» в номере от 24 августа. После того, как засуха погубила пшеничное поле возле Ормс Кирка Ланкашир, на следующий год, по словам местного фермера, с которым беседовал корреспондент газеты, на поле взошла великолепная пшеница, между тем, как он его не пересевал. Правда, наши попытки найти относящиеся к тому же времени газетные сообщения о пропажах зерна в аналогичных количествах ни к чему не привели. Но это неудивительно, ведь подобными несенсационными происшествиями пресса, как правило, не интересуются. В 1974 году некоторые фермы в Устере и Шропшире понесли большие убытки. Кто-то утащил с полей семена сахарной свеклы, и фермеры были убеждены, что виноваты нашествия мышей. Разбросали яд, разровняли борозды, все напрасно. Семена продолжали таинственно исчезать. Газета Санди Меркури от 26 мая 1974 года пишет, что приехавшие эксперты перепробовали все возможные варианты, но так и не смогли разобраться в этом головоломном деле. Мы, со своей стороны, не знаем, были здесь виноваты мыши или нет, но зато в нашем распоряжении имеется еще один рассказ, относящийся к недавнему прошлому, о том, как неожиданно для всех выросла пшениц. Фермер возле Милана заметил превосходные всходы на поле площадью 2,5 акра. Как писала газета Daily Mirror в номере от 29 апреля 1968 года, подобное уже случалось несколько раз в предыдущие годы. При этом едва лишь зерно поспевало, как весь урожай исчезал буквально за одну ночь, хотя на поле выставляли сторожей. Уж не появилось ли это зерно в амбаре какого-нибудь бедного монастыря, запасы которого были на исходе? Возможно, оно было уже обмолочено, ведь у нас есть немало сообщений о странных падениях соломы с неба. Легенды о чудо-чашах, сказочных сосудах, в которых никогда не иссякает влага, вполне согласуются с рассказами о телепортации вина. Таких историй немало в жизни святых. Рассказывают, например, о святом Доминике, который благословил чашу вина, из которой испили двадцать шесть человек. Эту чашу затем перенесли в монастырь, и здесь из нее по глотку выпили сто-четыре монахини. Когда чашу вернули святому, она все еще была полна. Комментарии кандидата исторических наук Серова Еды человечеству всегда не хватало. Всю его историю можно представить как поиски способов более обильного и дешевого насыщения. Голод двигатель прогресса, гласит популярная Максима. Однако такое высказывание верно, да и то не абсолютно, лишь для более или менее ранних стадий развития человечества. Чем больше человек отрывался от животного, тем с большей силой появлялся и звал его к действию другой голод, духовный, тем больше мучила жажда неизвестного, того, что еще не познано, не сформулировано, не сформировано разумом и чувством в слове, в искусстве. Поэтому пусть авторы книги только сожалеют о символическом толковании евангельского текста, рассказывающего о чудесном насыщении толпы, идущих за Христом пятью хлебами и двумя рыбами. Такое толкование, во всяком случае, не менее оправдано, чем буквальное. Разумеется, человек должен что-то есть. Даже пустынно жители питались сушеной саранчой и медом. Кстати, есть рассказы о том, что и им эту скудную пищу доставляли сверхъестественные силы. Потому неистащимые запасы в монастырях были мечтой монахов. Слухи о чудесах изобилия широко расходились, и, как любая мечта, не особенно нуждались в доказательствах. Они составили особый жанр фольклора, неотъемлемый, например, от ирландских сак, где появляется бочонок с пивом, которое не иссякает, сколько его не пей, где волшебница превращает воду в вино, мотив, попавший и в евангельский рассказ о первом чуде Христа на свадьбе в Кане Галилейской, или создает из папоротника свинью, правда, как и во многих таких легендах обманную, так что гости, сытые на перу, день ото дня слабеют, поедая таких свиней. Сюда же относятся и сказки разных народов о волшебном горшочке самоваре, скатерти самобранке, да и в христианских преданиях, где, кажется, речь должна идти только о духовном, непременно человеческое начало не забывается. Рассказ о Граале, волшебной чаши, в которую по средневековой легенде тайный ученик Христа Иосиф Аримафейский собрал кровь, пролитую Христом на кресте, более тонкий символ духовности, чем распятое на кресте тело Иисуса, и унес в тайное место, доступное лишь наиболее самоотверженным рыцарем, служителем Христа. Повествует о том, что вид Грааля не только приносит душевное и физическое исцеление, но и насыщает лучше любой еды. Имеется в виду не то, что, как пишут авторы, каждый получил щедрую порцию своего любимого кушанья и вина, а состояние экстаза, в котором человек не нуждается в телесной пище. Вера в то, что запасы пищи могут умножаться чудесным образом, не иссякая, легла в основу многих фокусов, которые совершали перед толпой различные маги-иллюзионисты-шарлатаны. Толковать подобные фокусы можно было различно. Одни приписывали это собственной силе, другие духом, третьи, как Иоанн Боско, божьему соизволению. Боско, насколько можно судить по его жизнеописанию, составленному аббатом Офре, до того, как стал священником, зарабатывал на жизнь как ярмарочный фокусник. Неудивительно, что до самой своей смерти в 1888 году будущий святой не потерял способности к творению чудес, подобных приведенным в голове, да и других, не столь благочестивых, но вполне безобидных. Недаром канонизированный в 1934 году папой Пием XI Иоанн Боско стал покровителем профессиональных фокусников. В день 75-летия со дня его смерти в 1963 году в Барселоне, а среди испанцев и итальянцев у него много почитателей, состоялось торжественное поминальное месса, после которой члены основанного им ордена фокусников католиков показали свое искусство профессионально почти в память коллеги. Что касается случаев, о которых рассказывается в этой главе, то они представляются сомнительными, причем даже просто по способу изложения событий. Сообщая о появлении пищи неизвестным путем, авторы объясняют это пресловутой телепортацией, к которой они прибегают почти во всех главах книги, рассказывая о совершенно различных происшествиях. Дети, возвращенные животными В мифах разных народов имеется один и тот же сюжет о детях, выкормленных животными. Примером может служить сказание о Критянине Милете, сыне Аполлона. В прежние времена верили, что основатели Рима Ромул и Рем были вскормлены молоком волчицы. Однако в девятнадцатом столетии, когда ученые словно соревновались друг с другом в том, чтобы дискредитировать как можно больше народных преданий и сведений из древней истории, все сообщения такого рода стали рассматриваться как басни, годные разве что для детской забавы, но уж никак не для изучения взрослыми людьми. Однако странное дело, чем упорнее такие сообщения отвергались как невозможные, с рационалистической точки зрения, тем больше их поступало. И во всех речь шла о приемных детях животных. Несколько таких случаев были подкреплены свидетельскими показаниями, не вызывавшими сомнений. Наконец, в 1920 году были найдены дети, вскормленные волчицей, в меднопоре, что заставило всех, кроме разве что самых упрямых, признать, дети действительно могут быть взращены дикими животными. Особенно много в нашем распоряжении случаев, когда детей выкармливали волки и медведи, реже леопарды, антилопы, козы, свиньи, коровы и овцы. И во всех без исключения случаях дети усваивали их природу, привычки и способности. Практически нет случаев, когда ребенок смог бы забыть о жизни среди диких животных и вновь привыкнуть к человеческому образу жизни. А в тех немногих известных нам примерах, когда ребенок научается говорить пусть только всего несколько слов, он неизменно употребляет свое знание человеческого языка для того, чтобы выразить свою приверженность дикой природе и неприятие обретенного человеческого дома. В силу этого нам представляется куда более гуманным не вырывать таких детей из их звериного окружения и не стараться приучить их к условиям человеческой жизни, что зачастую делается по религиозным мотивам для спасения души. Странно, однако, что почти не встречается рассказов об одичавших детях в возрасте старше десяти лет. Возможно, они просто не выдерживают посвящение во взрослую жизнь. Обычно принято считать, что воспитываемые животными дети были или украдены ими, или подобраны кормящими самками животных. Однако незаурядные физические данные, их быстрота и сила, соответственно, у детей, воспитанных антилопами и медведями, заставляют подозревать, что это не так, и что правы сторонники другой точки зрения. У животных рождаются «человекообразные детеныши», так же, как у людей звероподобные дети. И хотя такая точка зрения для большинства является сегодня настоящей фантастикой, в том числе и для нас, в ее пользу говорит и инцидент с детьми в Миднопоре. Все, кто их видел, обращали внимание на их абсолютно нечеловеческие глаза, блеском напоминавшие волчи. Несмотря на имеющееся сведения, многие антропологи до сих пор упорно отказываются признать саму возможность выкармливания человеческого детеныша животными. И хотя в этом феномене остается множество необъяснимых аспектов, это вовсе не убеждает нас в правоте тех, кто считает, что речь во всех этих случаях идет об идиотах, которых находили возле жилищ животных только потому, что они туда забрели, а не из-за того, что были этими животными вскормлены. Кстати, дети, страдающие аутизмом, зачастую напоминают детей, вскормленных животными. Аутизм — состояние психики, характеризующееся преобладанием замкнутой внутренней жизни и активным отстранением от внешнего мира. Линней, стремившийся все систематизировать, назвал дикого человека в своей системе природы 1758 год Homo sapiens Ferrus, считая его под видом человека. Линней Карл 1707-1778 шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного мира, основные сочинения «Система природы», философия ботаники. Он охарактеризовал его как четырехного тупое и волосатое существо, приведя в качестве примера девять случаев из истории, в том числе и следующий. Два маленьких мальчика были обнаружены охотником в литовских лесах среди медведей. Охотники поймали одного из детей. Девятилетний крепыш отличался не только завидным здоровьем, но и красотой и вскоре стал любимцем королевской семьи и знати в Варшаве, куда его отвезли. Однако, как не бились, его не могли научить говорить или заставить отказаться от своих медвежьих повадок. При этом, правда, он выучился поднимать глаза и руки к небу при упоминании имени Иисуса. Несколько раз он убегал в лес, и однажды люди видели, как он нежно обнимался с диким медведем, которого охотники боялись после того, как он убил двух их товарищей. В то время в Литве, похоже, было особенно много случаев обнаружения детей среди медведей. Первый случай, о котором мы рассказали, относится к 1661 году. За ним последовали два других, отмеченных в истории Польши доктором Коннором. Один из них, происшедший в 1694 году, он наблюдал сам. По его словам, ребенок был не в состоянии не разговаривать, не ходить прямо, хотя позднее он немного научился и тому, и другому. За несколько лет до этого другой медвежий ребенок был привезен в Варшаву, где его имел возможность наблюдать один из голландских дипломатов, оставивший письменное свидетельство об этом. Странно, что такое животное, как медведь, проявляет столько терпения и доброты к человеческим детенышам. Между тем, именно медведю приписывается наибольшее после волка число усыновлений. Самый свежий случай приводился в еженедельнике «Американ Уикли» в номере за 5 сентября 1937 года. Автор статьи Джордж Марранс назвал ее «Воспитанная медведицей, укравшая ее, когда она была младенцем». Он описывает свой визит в психиатрическую лечебницу в Турции, куда положили девочку, прожившую 8 лет в медвежьем семействе. Один из охотников в горах подстрелил медведицу, после чего на него накинулся маленький, но крепкий древесный дух. Когда охотнику удалось наконец с ним справиться, дух оказался девочкой, имевшей, однако, все повадки медведя и издававшей медвежье рычание. Когда девочку увидел Марранс, она была почти совершенно такой же, как при поимке, хотя врачам удалось сделать ее более ручной и заставить под угрозой голода есть вареную пищу. В 1767 году охотники из Фрау Марка в Нижней Венгрии, преследуя большого медведя, заметили на снегу в той части гор, куда, как они считали, не ступала нога человека, человеческие следы, которые привели их к берлоге медведя. Здесь они обнаружили настоящую златокудрую принцессу, девушку лет 18 и высокую, здоровую, и загорелую. Ее поведение отличалось большой грубостью, и когда девушку поместили в приют, она отказывалась от всего, кроме сырого мяса, кореньев и коры деревьев. Другая медвежья девочка в возрасте примерно трех лет была найдена в Индии в 1897 году, а в 17-м столетии в Дании был обнаружен медвежий мальчик. Ансельм Фейербах в своей книге о Каспоре Хаузере 1833 год приводит случай, когда девочку вырастили свиньи. Доктор Хорн рассказывает, что видел в Зальцбургской больнице несколько лет назад девушку 22 лет, довольно красивую, которую вырастили в своем свинарнике свиньи. Много лет она сидела там, скрестив ноги. Одна нога была совсем искривлена, девушка хрюкала, как свинья, и, одетая в человеческое платье, она, тем не менее, жестикуляцией и движениями походила на животное. Первый исторически достоверный случай с волчьим мальчиком зарегистрировал в Гессе в 1341 году житель этого места. Ребенок, которого охотники нашли в стае волков, бегал на четвереньках и очень далеко прыгал. Он умер от того, что его заставляли есть человеческую пищу. Тремя годами позже в том же самом месте был захвачен другой волчий ребенок, судьба которого оказалась более счастливой. Он смог получить образование и дожил до 80 лет. По его словам, в трехлетнем возрасте он был похищен волками. Они кормили, укрывали и учили его своему образу жизни, так что ему было очень жалко с ними расставаться. Большинство волчьих детей, обнаруженных в начале девятнадцатого столетия, приходится на Индию, в основном на джунгли Бенгалии. Известна история с детьми, найденными «В Миднапоре». Она описана Сингхом, священником, не только нашедшим детей, но и ставшим их опекуном в книге «Дети волков и дикий человек». В этой книге как раз и приводится детальное описание многих из тех случаев, которые здесь упомянуты. Сингх, миссионер из детского приюта в Миднапоре, часто совершал поездки, выступая с проповедями среди жителей тамошних мест. Во время одной из таких экспедиций в 1920 году он услышал от одного из членов местного племени о двух маленьких привидениях с горящими глазами, которые появлялись на горе, где находилось логово волчицы, сравнительно недалеко от деревни. Хотя местные жители и боялись туда ходить, священник набрал группу людей и отправился на гору. Забравшись на дерево, они увидели, как два привидения вылезли из волчьего логова вместе с волками. Сингх пришел к выводу, что это человеческие детеныши, и приказал раскопать логово. Раскопки начались 17 октября. При первых же ударах заступа из норы выскочили два волка и стрелой умчались в джунгли. Затем вылезла волчица и с яростью бросилась на людей. Прежде чем Сингх сумел вмешаться, один из рабочих убил волчицу стрелой, выпущенной из лука. Внутри логова был обнаружен выводок волчат. Среди них лежали, обнявшись, две маленькие девочки, одной из которых было примерно полтора года, а другой около восьми лет. Сингх воспринял как комплимент человеческому роду то, что волчица решила взять второе человеческое дитя на воспитание, оставшись, видимо, довольной первым ребенком. Волчата были проданы, а детей забрали в приют. Младшая через год умерла, так и не научившись ни говорить, ни ходить прямо, а старшая, за которой любовно ухаживала госпожа Сингх, прожила еще девять лет, выучившись постепенно стоять прямо, есть человеческую пищу и даже произносить несколько человеческих слов. Один из самых последних найденных диких детей — семилетний обезьяний мальчик. Этот крепыш был обнаружен в Бурунде, Центральная Африка, в 1973 году. Цветная фотография с его изображением появилась в журнальном приложении к лондонской газете Observer Мальчиком от 28 марта 1976 года. В 1973 году были зарегистрированы еще два подобных случая. Лондонская Санди Таймс в номере от 26 августа 1973 года сравнила обезьяньего мальчика из джунглей Северного Цейлона Срокко волчьим мальчиком из горного района Вабруцци, Италия, который не обладает даром речи, издает отрывистые звуки, похожие на волчьи или козлиные, и кусает и царапает каждого, кто пытается его приласкать. Еще более интересны, пожалуй, два сравнительно недавних случая с мальчиками газелями. Газета Санди Таймс в упомянутом выше номере, так описывает один из них. Сирийский мальчик был обнаружен среди газелей во время охоты местного принца. Рассказывают, что он мог бегать со скоростью 50 миль в час вместе с газелями. У него было превосходное зрение и очень тонкий слух. О втором случае сообщала лондонская Дэли Миррор в номере от 1 февраля 1971 года. Мальчика заметили недалеко от Рио-де-Ору. Он передвигался прыжками, хотя и не так быстро, как его спутники. Антрополог Жан-Клод Армен сообщил об этом случае в Институт охраны диких животных в Женеве. Я видел, как он приближался к газелям и лизал им лоб в знак признания. Книга, принадлежащая Перу Армена, которая недавно была опубликована, так и называется «Газелевый мальчик». Очевидно, что, несмотря на попытки американских ученых поймать его, мальчик все еще пребывает на свободе. Дикие люди В октябре 1731 года это начальная точка отсчета, на улице одного из французских городов появилось невысокого роста кряжистое человеческое существо, ставшее первым из девяти представителей названных Карлом Линнеем Homo Sapiens Ferrus. Книга под тем же названием, появившаяся в 1888 году, так описывает это драматическое появление. Существо оказалось девочкой лет девяти или десяти. Она объявилась в деревне Сон-Джи, в сумерках, мучимая жаждой. Деревня расположена в четырех-пяти милях от Шалона Шампань. Девочка шла босая, ее тело было кое-как прикрыто рубищем и обрывками шкур животных. На голове у нее вместо шапки красовалась выдолбленная тыква. В руке она держала дубинку, которой весьма умело пользовалась. Когда какой-то крестьянин спустил на нее свою собаку, девочка нанесла по голове пса удар такой сокрушительной силы, что животное тут же замертво упало у ее ног. В конце концов, ее все же поймали и тщательно обследовали. Оказалось, что у нее чрезвычайно развиты большие пальцы рук. Это связали с тем, что она жила, по-видимому, перелетая по тарзанье с дерева на дерево, цепляясь за ветви. Только после нескольких горячих ванн удалось установить, что кожа у нее все-таки белая, а не коричневая, как показалось вначале. Говорить она не могла, но бегала и плавала изумительно. Она ловила и ела сырую рыбу мелких животных и, что вполне подходило для маленькой француженки, лягушек. Довольно долгое время у нее была подруга, похожая на негритянку, которую жители видели возле домов, но которую так и не удалось поймать. К сожалению, подруги позднее поругались из-за найденного ими украшения, и при этом старшая размозжила голову негритянки своей дубинкой, которой она в совершенстве владела. Прошли годы, и дикарка научилась говорить. Однако и тогда она ничего не могла поведать о своем прошлом, кроме того, что смутно помнит какое-то большое морское животное, а также то, что ей дважды пришлось в детстве переплывать через море. Все время своей жизни среди людей дикарка ходила по существу голой, и только однажды, находясь в доме одной сердобольной женщины, она надела платье. Жизнь среди людей, к несчастью, пагубно отразилась на здоровье и настроении дикарки. Пища, которую ее вынуждали есть, привела к выпадению зубов. Она часто болела. Состояние ее явно ухудшилось после кровопусканий, назначенных местными эскулапами, для того, чтобы, по их словам, смягчить ее звериную натуру. При этом девушка вовсе не была идиоткой. Ее, как мы упоминали, выучили говорить, а также вести себя так, как по тогдашним понятиям подобало молодой женщине. В конце концов, она полностью вознаградила усилия своих благодетелей, став монашкой в одном из парижских монастырей. Тайна того, как две девочки, одна явно негроидного, другая эскимоссского типа, могли из царства дикости перенестись во Францию XVIII века, так никогда и не была разгадана. При этом надо иметь в виду, что этот случай был далеко не единственным. Такие же дикари Homo sapiens ferus появлялись и в другие века в разных частях свет. Еще один дикий ребенок также был пойман во Франции в лесах возле Кона, департамент Аверон. Что касается точной даты, то мы полагаем, что поимка произошла с 7 августа 1800 года. Как и во всех подобных случаях, его поведение было характерным для животного, но под заботливой опекой доктора Итара, чья книга «Маленький дикарь» из Авейрона была опубликована в 1832 году, он в конце концов научился немного говорить и дожил примерно до 40 лет. В еженедельнике «Американ Уикли» от 27 октября 1935 года помещено сообщение о диком ребенке, которого нашли голом в джунглях Сальвадора. Ему было около пяти лет, он питался сырыми фруктами и рыбой и ночевал на деревьях, чтобы спастись от хищников. Другой весьма странный случай приводился леди Камилы Гурдон в книге «Суфулкский фольклор» со ссылкой на древности Гроуза. Ральф из Кокшелла «Аббат тамошнего монастыря» в начале тринадцатого века рассказывал странную историю, происшедшую в Орфорде Суфулк. Однажды рыбаки выловили в шторм и выволокли сетями на берег чудовище, напоминавшее человека по размерам и формам, совершенно лысое, оно тем не менее имело густую длинную бороду. Его отнесли к губернатору в Орфордский замок, где оно и содержалось некоторое время. Кормили его сырой рыбой и мясом, которое оно, прежде чем взять в рот, мяло в руке. Солдаты местного гарнизона имели привычку мучить несчастное чудовище, чтобы по их словам заставить его говорить. Однажды, когда его принесли на берег моря в сетях, поглядеть, как чудище барахтается в воде, дикарь, прорвавшись через тройной заградительный барьер сетей, ускользнул от своих преследователей. Как ни странно, но довольно скоро он вернулся сам и стал жить в неволе, но в конце концов не вынес одиночества и, прокравшись к морю, уплыл и никогда больше не возвращался. Предание об этом чудище, известном как дикарь из Орфорда, все еще живут в здешних краях. Похоже, что у нас нет оснований не верить в подлинность данного сообщения. В то время, когда аббат Ральф записал эту историю, она должна была быть еще свежа в людской памяти. К тому же поведение дикаря, так как оно описано, вполне соответствует другим сообщениям подобного рода, дошедшим до нас. Что же до объяснения этого феномена, то тут мы знаем не больше, чем в свое время знали орфордцы. Может быть, их гость был никто иной, как человек-котик, или тюлень-оборотень, или старинный морской бог, телепортированный финн, или сумасшедший рыбак. Нас не удовлетворяют ни эти, ни любые другие объяснения, когда речь идет о повторяющемся феномене появления диких людей. Мы полностью солидарны с Линнеем, который, отметая всяческие объяснения, ограничил свою задачу выделением специального подкласса диких людей. Существование диких людей в лесах и пустошах повсеместно признавалось в средние века. В то время они были известны как лесные люди. Их изображения встречались на гербах. Такова, например, фигура лесного человека в цепях, изображенного на гербе графа Атола из рода Марри в честь поимки дикаря в XVII веке. Его поймал в скалах Крейджи Барнса один из отпрысков семьи Марри, который в виде награды удостоился за это руки наследницы семьи Атолов и право наследования титула. Дикие или зеленые люди лесов часто изображаются на гостиничных вывесках. Так, в Спраутоне графство Суфолк есть даже гостиница под названием Wild Man Inn гостиница дикого человека. Она построена в XVI столетии и названа так в честь дикаря, который держал в страхе обитателей здешних мест. В этих же местах, как сообщает древний хроникер Уильям из Ньюборга, произошел довольно известный, но так и необъясненный случай появления двух маленьких дикарей, мальчика и девочки, с кожей зеленоватого цвета, питавшихся исключительно бобами. Они появились на бобовом поле возле Вулпита, очевидно, выйдя из каких-то подземных лабиринтов. По их словам, они пришли из места под названием Сен-Мартин. Там они якобы присматривали за овцами своего отца, когда вдруг услыхали громкий шум, и прежде чем они успели опомниться, очутились в поле возле Вулпита, перенесенные таинственной силой. Чарльз Форд собирал рассказы о диких людях. В своей книге «Слушайте» он приводит сообщения газеты Нью-Йорк Таймс от 19 января 1888 года, где говорится о пяти дикарях и одной девочке, появившихся в Коннектикуте первого числа того же месяца. Форд утверждал, что в его коллекции есть по крайней мере десять случаев появления дикарей в Англии одной только зимой 1904-го пятого года. Один из них неизвестного происхождения объявился голым на улицах Чидло в Чешире и был по соображениям приличия тотчас же упрятан в мешок полицейским, который оттащил его в участок. Другой дикарь имел при себе книгу с рисунками и подписями на непонятном языке, на котором, кстати, разговаривал и он сам. Этот случай описывается в газете East Anglia Daily Times от 12 января 1905-го года, а в газете Chatham News от 10 января 1914-го года появилось сообщение о том, что на улице Хай-стрит в Чатаме обнаружили голого человека, бежавшего, чтобы согреться. Его арестовали, но как типичный Homo Ferrus он решительно ничего не мог о себе рассказать. Местные власти не нашли ничего лучшего, как признать неожиданно объявившегося в их краях и абсолютно неизвестного им чужака сумасшедшим и посадить его в психиатрическую лечебницу. По форту в сеть появления диких людей то же самое, что дождь из рыб и лягушек. Дикари, попадающие в цивилизованное окружение, считал он, должны откуда-то браться. И то, и другое явление, по его мнению, вызывались действием какой-то таинственной силы в природе. Силы, которую он впервые в истории нового времени выделил в качестве самостоятельной и дал ей название. Речь идет о телепортации. Форд был убежден, что отдельные точки пространства соотносятся друг с другом, как два конца одной трубы, причем на одном отмечается пропажа предметов или людей, а на другом появление словно с небес, так называемых диких людей, обычно в состоянии шока, транса или амнезии. Так что в каждом из случаев странного появления нужно всегда искать аналогичный случай столь же странного исчезновения. У Форта была даже такая дикая фантазия. Придет день, и механизм действия телепортации будет изучен столь досконально, что с помощью этой познанной человеком силы можно будет транспортировать не только лягушек или диких людей, но и вообще людей и предметы с одного конца земли или даже вселенной на другой. Уже в наши дни мы получили одно свидетельство в пользу гипотезы Форта. Касающиеся в частности дикого человека. В главе «Телепортация» мы упоминали о молодом бразильце Хозе Антонио да Силве. Будучи высажен возле Витории, он, находясь на расстоянии многих миль от места своего таинственного исчезновения, решил уйти в лес, чтобы зажить дикой жизнью первобытного человека. Комментарии кандидата философских наук Мезенцева Возможно ли то, о чем говорится в этих двух главах? Среди рассказов о детях, выкормленных животными, и о так называемых диких людях, пойманных, найденных, или появившихся из лесов добровольно, есть достаточно убедительные, заслуживающие внимания ученых свидетельства, подтверждающие реальность этого природного феномена. Можно сослаться на упомянутый в главе «Дети, возвращенные животными, случай с находкой пастором Сингхом в волчьем логове двух девочек». Кроме приведенных в книге примеров, можно вспомнить и другие. В пятидесятых годах, недалеко от индийского города Лакхнау, рабочий железнодорожник заглянул в вагон, стоявший в тупике, и обнаружил там удивительное существо. У него были человеческие лицо и тело, но взгляд звериный. Слов оно не понимало, передвигалось только на четвереньках. Колени и ладони были покрыты плотными мозолистыми наростами. Находкой занялись врачи. Спустя некоторое время в клинику явился торговец фруктами Просад и попросил разрешения посмотреть на ребенка. Дело в том, что около восьми лет назад у него исчез совсем еще маленький сын Рама, причем, скорее всего, его утащил волк, когда мать спала с ребенком во дворе. Если это мой сын, добавил Просад, то на виске ребенка должен быть небольшой шрам. Так оно и оказалось. Раму отдали отцу. Дальнейшая его судьба неизвестна. В 1923 году индийские охотники из штата Ассам застрелили самку леопарда. В ее логове были обнаружены зверята и пятилетний ребенок. Он кусался и царапался не хуже своих сводных братьев и сестер. Когда одичавшего мальчика притащили в деревню, его тут же признала одна семья. Родители рассказали, что отец ребенка, работая в поле, на несколько минут отошел от спавшего в траве двухлетнего сына. Услышав плач, он оглянулся и увидел, как леопард с ребенком в зубах скрылся в джунглях. Прошло только три года пребывания в звериной школе, и как же изменился их маленький сын. Бегал он только на четвереньках, но зато очень быстро и ловко. Очень больно кусал всех, кто подходил близко. Мясо он ел, урча как зверь. Возвращение к человеку разумному шло с большим трудом. Только через три года ребенок научился есть из посуды, стал ходить на ногах. В 1946 году советский антрополог профессор Нестурх рассказал в журнале «Знание сила» об усыновлении ребенка обезьянами. Два полисмена поймали в Африке в стаде павианов десятилетнего мальчика. По-видимому, попал он к обезьянам при таких же обстоятельствах. Родители во время полевых работ оставили ребенка на краю поля без присмотра, и его унесла одна из обезьян. Около десяти лет жил мальчик с павианами. Питался, как и они, кореньями, плодами, яйцами птиц. Когда обезьяний приемыш возвратился к людям, ему дали имя Лукас, и начали обучать всему тому, чего он был лишен, живя с животными. Постепенно Лукас стал все более походить на человека. К 1946 году ему было уже около пятидесяти лет. Но, даже прожив четыре десятка лет с людьми, он нет-нет, да и проявлял обезьянье привычки. У него сохранилась, например, манера беспрерывно почесываться и дергать головой. Итак, волки, леопарды, обезьяны. Но чаще всего в роли воспитателей маленьких детей выступают волки. И объяснить это, пожалуй, не так уж трудно, ведь многие из этих хищников проживают вблизи человеческого жилья. Неудивительно, что на оставленного в лесу или в поле без присмотра ребенка скорее всего нападет волк. Схватив добычу, он предпочтет унести ее в безопасное место или в логово к волчице с волчатами, а там беспомощный плачущий ребенок возможно пробуждает у волчицы инстинкт материнства. Известно, что сначала волчица кормит своих детенышей молоком, а потом начинает подкармливать полупереваренной отрыжкой из съеденного мяса. На такой пище могут жить и дети. Правда, тут же возникает один вопрос. Уже через 8-10 месяцев подросшие волчата покидают родителей. В таком возрасте они могут существовать самостоятельно, а ребенок он еще совсем беспомощен. И приемные родители, инстинктивно чувствуя, а возможно и понимая его беспомощность, продолжают кормить своего несуразного детеныша. Даже еще проще. Хорошо усвоив за первые месяцы крик голодных зверенышей, ребенок побуждает затем своих родителей приносить ему пищу. Однако многие ученые берут под сомнение возможность длительного пребывания маленьких детей на воспитании у животных. Все подобные рассказы, говорят они, скорее плод недоразумений. Чем объяснить столь явно выраженные животные привычки, которые наблюдают у детей, найденных в лесу? Объяснение есть. Медикам известно тяжелое психическое заболевание аутизм, которое поражает иногда детей. При этом они проявляют признаки детей-волков. Не говорят, а кричат и воют, скалят зубы, ходят на четвереньках. По ночам они не спят, а днем прячутся в норы, сооружая их из подушек и одеял. Едят такие больные нередко сырую пищу. Значит, возможно, что в тех случаях, когда люди находили звероподобных детей, они встречались не с воспитанниками животных, а с больными детьми, которые сбежали или заблудились в лесу. Очевидно, и такая точка зрения не может быть сброшена со счетов при выяснении истины. Что касается предположений, а вернее, ничем не доказанных утверждений авторов книги, будто бы появление диких людей связано с некой таинственной силой природы, способной транспортировать людей и животных как в пространстве, так и во времени, то никаких фактов, говорящих о существовании в природе так называемой телепортации, нет. Поэтому все разговоры равнозначны выдумки, а не научные гипотези. Вообще следует заметить, что авторы этой книги, собрав очень большой интересный материал, связанный с различными природными феноменами, совершенно не заботились о том, чтобы осмыслить его с научных позиций. Наоборот, они старались отобрать только такие свидетельства, которые давали бы им основания для мистического объяснения рассматриваемых явлений. Примером могут служить две названные главки. Если некоторые из приведенных рассказов о детях, побывавших на воспитании у животных, как и сама проблема подобного воспитания, относятся к явлениям, которым нужно искать объяснение, то другие приводимые тут же соображения и домыслы авторов нельзя принимать всерьез. К числу таких открытий, помимо телепортации, относятся утверждения, что у многих животных тигра, медведи, газели могут рождаться человекоподобные детеныши. Доказательством, по мнению авторов, служит то, что у детей, найденных в волчьем логове, были абсолютно нечеловеческие глаза. Досужей выдумкой выглядит средневековый рассказ о тюлени оборотни, попавшем в сети английских рыбаков. Анекдотичная история о 22-летней девушке, выращенной домашними свиньями. Тут уж поистине можно сказать, блажен, кто верует. В заключение нельзя не сказать еще об одной стороне этой интереснейшей загадки живой природы. С детских лет многие из нас знакомы с приключениями индийского мальчика Маугли, который живет в джунглях вместе с животными. Он хорошо понимает их язык, наделен большим умом и превосходит всех животных своей сообразительностью. Увы, это всего лишь сказка. В действительности дети, решенные общество себе подобных, не получая человеческого воспитания, не обучаясь человеческому языку, неизбежно превращаются в умственно неразвитых существ. На примерах одичавших детей подтверждается хорошо известная истина, что для становления человека особенно важен возраст от двух до пяти лет. Именно в эти годы ребенок приобретает, усваивает многое, что составляет фундамент его психики, его будущих знаний и навыков. Особенно пагубно для мышления ребенка отсутствие речи, а ведь живя в обществе животных, он именно ее и лишается прежде всего. Стоит здесь вспомнить легенду об индийском царе Акбари. Однажды повествует легенда, повелитель спросил своих мудрецов, на каком языке заговорит ребенок, если его с первого дня рождения лишить общения с другими детьми. Каждый ребенок, ответили придворные мудрецы, заговорит на языке своих родителей, даже если его этому никто не будет учить. Сын индийца заговорит на индийском, непальца на непальском, а сын перса на персидском. Акбар усомнился в этом и поставил такой жестокий опыт. Несколько грудных детей поселили в комнатах, ключ от которых находился у царя, а слугам, которым было приказано прислуживать детям-пленникам, отрезали языки. Прошло семь лет. За все это время дети ни разу не услышали человеческой речи. И что же? Когда царь открыл двери запретных комнат, его и его мудрецов встретили бессвязные вопли, вой, мяуканья, шипенья молодых звероподобных существ. Чтобы человек стал человеком, ему необходим труд и общение с другими людьми. Оборотни, называют людей, которые могут превращаться в волков, а затем снова в людей. Не будучи врачами, мы тем не менее беремся утверждать, что с физиологической точки зрения это невозможно. С другой стороны, будь мы, скажем, юристами, мы бы поневоле должны были верить в их существование, поскольку история юриспруденции полна судебных дел, в которых оборотней осуждали на казнь. Причем свидетельские показания, как правило, единодушные и даваемые людьми безупречной репутации, не оставляли ни тени сомнения в том, что у преступников, совершавших свои злодейские преступления в обличии диких зверей, действительно была способность оборачиваться то человеком, то зверем. Итак, с одной стороны, оборотничество невозможно, а с другой оборотни существуют. Вот еще один феномен природы, объяснить который с помощью общепринятых рациональных методов нельзя. Самые прямые улики исходят от тех, кто, по их словам, собственными глазами видел, как происходит эта чудодейственная трансформация. Один из таких очевидцев, ректор университетов Пуатье во Франции Пьер Мамор XV век. Его показания приводятся в книге священника Монтегю Саммерса «Оборотень». Пьер Мамор рассказал ужасную историю о жене одного крестьянина из Лоррейна, которая видела, как ее собственный муж, сидя за столом, изрыгнул кисть и всю руку ребенка, которого он съел, находясь в волчьем обличье. Мамор объясняет это происшествие демонической иллюзией, так как его теория сводилась к тому, что оборотни были просто волками, в которых, дескать, вселились духи людей, чьи тела в это время были спрятаны где-нибудь в безопасном месте. И все это дело рук злых демонов. Эта теория, однако, не в состоянии объяснить случай наподобие приведенного Олаусом Магнусом в его истории северных народов 1555 год. Однажды раб услыхал, как жена его господина во всеуслышание отрицала, что человек в состоянии превращаться в волк. Раб возразил госпоже и доказал ее неправоту, проделав эту трансформацию на ее глазах. На него спустили собак, но он ухитрился отделаться от них и убежал в обличье волка, потеряв в схватке один глаз. На следующий день раб вернулся уже в прежнем человеческом облике, но одноглазом. Недавний случай приводится в книге Дейна «Оккультизм на Востоке». В 1960 году Гарольд Янг, бывший чиновник берманской администрации и в то время о котором идет речь владелец зоопарка в городе Чангмай, Таиланд, охотился в горах Лаху возле бермана-тайландской границы, когда неожиданно наткнулся на одного из оборотней джунглей на местном наречии Тао. Войдя в деревню, он узнал, что Тао находится недалеко. Неожиданно раздался крик, и Янг побежал к хижине, где при ярком лунном свете увидел, как Тао впился зубами в шею женщины, которая истекала кровью. Он поднял ружье и выстрелил зверю в грудь, но тот исчез в джунглях, оставляя за собой кровавый след. Утром Янг и жители деревни пошли по этому следу. Он вел в джунгли, а оттуда обратно в деревню, к хижине, в которой они обнаружили мужчину с пулевой раной в груди. Это современное описание является детальным повторением классической истории об оборотнях, истории, которая с удивительной последовательностью всплывает снова и снова. Мы не знаем, что случилось с Тао Янга, так как рассказываем эту историю из вторых рук, но у нас есть и прямые свидетельства о жизненном пути и судьбе многих оборотней в Европе, полученные из наиболее надежного источника отчетов о судебных процессах, проводившихся над ними. В декабре 1521 года в Полиньи два французских крестьянина Бурго и Верден были обвинены в целом ряде каннибальских убийств, совершенных ими под личиной волка. Оба сознались. Бурго заявил, что он уже долгое время находится в услужении у дьявола и теперь начал все чаще менять обличья при подстрекательстве Вердена, который занимался этим как профессионал, состоя членом клана колдунов. Верден из них двоих был наиболее опытным оборотнем и мог менять обличья, не снимая одежд, в то время как Бурго должен был раздеваться до нога и натираться волчьей мазью, которую они получали от своих дьявольских покровителей. Кстати, упоминание об этой специальной мази, помогавшей осуществлению трансформации, часто встречается в подобного рода историях. Монтегю Саммерс высказывает предположение, что эта мазь состояла из таких снадобий, как красавка, аконит, болиголов или белина. Что бы там ни было, о воздействии этой мази на бурго делало из него зверя. Бурго и Верден нападали на многих местных жителей и съедали их. Так продолжалось до тех пор, пока Вердена не удалось ранить. Это сделал один вооруженный путешественник, который прошел по кровавому следу до шалаша, в котором жена Вердена перевязывала ему раны. Оба преступника были повешены вместе, и с ними еще один оборотень. Портреты всех троих долгое время можно было видеть в доминиканской церкви в Полиньи. На протяжении шестнадцатого столетия оборотни прям-таки свирепствовали в Европе. Во Франции, например, многие испойманных и сожженных оборотней являлись также практикующими колдунами, которые, по их уверениям, изучили искусство трансформации у других колдунов. Это заставляет нас предполагать, что существовал какой-то традиционный магический ритуал, переходивший от одной эпохи к другой и сохранившийся в отдаленных уголках Европы почти до сегодняшнего дня. В десятом веке жители Оссори, Ирландия, придерживались весьма своеобразного обычая. Двое местных жителей должны были пребывать в шкуре волка. Каждая такая пара играла свою роль в течение семи лет. Гиральд Камбранский, который приводит эти сведения в своей книге «Топография Ирландии», рассказывает, как один ирландский священник беседовал с местным оборотнем в 1182 году. Священник направлялся из Ольстера в Мид и вынужден был остановиться на ночлег в лесу. И тут к нему приблизился большой волк, который неожиданно обратился с просьбой пойти к его жене и благословить ее перед смертью. Священнику не хотелось совершать религиозный обряд над женщиной-волчицей, но оборотень успокоил его, сорвав с жены волчью шкуру. Под ней находилась обыкновенная старая женщина. Журнал Корнхилл Мэгазин октябрь 1918 года упоминал о происшествии с капитаном Шоттом в северной Нигерии. В одной из деревень, где побывали он и его спутники, местные жители рассказали, что сильно страдают от гиен. При этом охотники, шедшие по их следу, чтобы убить хищников, обнаруживали, что следы гиен неожиданно обрывались, переходя в человеческие. Капитану Шотту и его людям удалось как-то подстрелить весьма крупный экземпляр. Пуля раздробила гиене челюсть. Кровавый след привел охотников в другую деревню, где в тот же день один из крестьян умер от страшной раны, происхождения которой его соседи не знали. Оказалось, что у него была снесена челюсть. Весьма многочисленные сообщения об оборотнях не ограничены каким-то одним периодом времени. Чрезвычайно широка их география. Подобные же истории существуют и об оборотнях лисах, тиграх, зайцах, медведях, кошках, ласках и тому подобное. Словом, всеми ими можно было бы заполнить целый зверинец. Что касается феномена оборотничества, то его можно считать одним из наиболее документированных среди прочих столь же таинственных. Конечно, хотелось бы знать, действительно ли человек может превращаться в зверя, или же это не более чем иллюзия, причем такая, которая поражает как оборотня, так и того, кто имеет возможность наблюдать за его трансформацией. Споры по поводу оборотней не утихали в ученом мире с самых древних времен. Хотя, в общем-то, человеку, чье горло перегрызает существо, которое не только выглядит как волк, но и ведет себя соответствующим образом, абсолютно все равно, волк это или всего только человек оборотень. Парацельс, к примеру, полагал, что трансформация была вполне реальной, поскольку допускал существование и такой концентрации человеческой воли и воображения, которая способна изменить даже внешнюю реальность благодаря духовной субстанции Вселенной. Другие, однако, придерживались иной версии, считая этот феномен всего лишь эффектом наркотических средств, магического ритуала или своего рода мании величия. С ними, в свою очередь, не соглашался Спонде, который в 1583 году писал «Если снадобья и страв или власть дьявола или и то и другое вместе взятое в состоянии так управлять бессмертной человеческой душой и его разумом, то надо ли удивляться тому, что они могут делать то же самое и с его телом? Самое старое из известных нам объяснений этого феномена восходит ко второму веку нашей эры и принадлежит римскому медику и писателю Марселлу Седецкому. Согласно его трактовке речь идет о весьма неприятном феномене, известном под названием ликантропия. Люди, ставшие ее жертвой, воображают себя дикими волками и действуют соответственно этому. Другое дело, чем объясняется сама ликантропия, вызывает ли ее особый вид меланхолии, как полагал Марселл, тогда ее можно врачевать с помощью холодных ванн и творожно-сыворотной диеты, или же все дело во вселении дьяволов человека, как были убеждены Саммерс и многие другие. Как бы ни было, теория ликантропии способна объяснить лишь половину явления, то есть самообман того, кто начинает ощущать себя волком, но эта теория не может объяснить, что заставляет свидетелей верить в реальность происходящего превращения. Тем же недостатком страдают и другие распространенные объяснения оборотничества, вроде самогипноза, а также ритуального ношения шкуры тех или иных животных. Среди викингов наиболее неустрашимые воины носили медвежьи шкуры, чтобы придать себе мужество и жестокость, необходимые в бою. Для этого же они призывали духов тех животных, чью шкуру они надевали. Члены тайных обществ людей-леопардов, все еще активно действующих в некоторых отдаленных районах Восточной Африки, практикуют подобный же ритуал переодевания и заклинания духов. Комментарии кандидата исторических наук Шервуд Оборотни — демонические персонажи в мифологии и верованиях многих народов Европы, Азии, Африки, Америки. Колдуны, обернувшиеся животными или люди, обращенные в животных колдуном. Представления об оборотнях уходят корнями в глубокую древность и связаны с верой в то, что колдун, шаман, мифические герои обладают способностью принимать облик любого человека, животного, растения, даже камня. Как, например, очень часто ведьмы в Африке выступают в зверином обличье. В древности на восточном побережье Аттике в Греции девушки, посвятившие себя служению культу богини охоты Артемиды, надевали медвежьи шкуры, полагая, что тем самым они превращаются в медведиц. 15 февраля, в конце года по древнеримскому календарю, в Риме праздновались так называемые луперкалии, во время которых жрицы луперки от люпус волк, совершенно нагие, изображая мертвецов, пробегали по улицам города, завывая, как волки или собаки. Многие люди, набрасывая на себя собачьи шкуры, изображали из себя собак. В древние времена собака и волк часто отождествлялись. Отсюда частые упоминания в источниках о превращениях людей то в собак, то в волков. Еще в 19 веке у эстонцев сохранялось второе наименование для волков собаки святого Георгия. В 15 веке валийские военные отряды в Британии нередко именовались как войско собак, а в 16 веке в Венеции и в Италии наиболее храбрые военные отряды назывались верные как собаки. Подобное наблюдалось и в Германии. То лаяли как собаки, то выли как волки и знаменитые древнескандинавские воины берсер-киры. Слово берсер-кир означает, как показывают новейшие исследования, без рубашки. Они шли в битву без кольчуг, с лицом вымазанным в черный цвет и нередко с наброшенной на тело волчьей шкурой. Необузданные в своей ярости, они считались неуязвимыми и как бы стоящими вне закона, им было все доступно и все дозволено. В древнегерманской мифологии часто повествуется о том, как воины древнегерманского бога войны Одина вступали в битву без кольчуг в черных одеяниях и вели себя то, как собаки, то, как волки. Эти волки считались по поверьям душами павших на поле брани воинов, повешенных, изгнанников и тому подобное, то есть лиц, находившихся по древнегерманскому праву вне закона. Характерно, что у этрусков в Древней Италии бог мертвых изображался как волк. Как умершие люди находятся по ту сторону повседневной действительности, так и лица, изгнанные из общества за проступки, рассматривались первобытными народами Европы как стоящие вне закона и приравнивались либо к мертвецам, либо к таким свирепым животным, рыщущим по лесам, как медведь или волк, собак. Изгнанный из общества назывался рыщущий по лесу волк, волчья голова. Верования в оборотней развились под влиянием из древле господствующих в мышлении первобытных людей идей о происхождении людей от определенных животных тотемизм, об одушевленности всей природы анимизм, о культе плодородия, связанном с почитанием матери земли. Подобные верования развивались также под влиянием разработки древними людьми категории время и пространство, что было обусловлено всей их общественной экономической практикой. У большинства первобытных народов год делился на две половины зиму и лето. Весна и осень, то есть период межсезонья, считались временами между временами, когда природа находилась на грани жизни и смерти. Так же обстояло дело и с верой в души и одушевленность всей природы. В периоды межвременья, к которым относятся также полдень и полночь, души и духи проявляют особую активность. Люди в эти периоды, по поверью древних, могут, изменив свой облик, побывать в ином мире и вступить в контакт с ним на благо или в ущерб в себе. Стоило только накинуть шкуру животного или украсить себя другими атрибутами природы, и человек, оставаясь человеком, одновременно превращался в иное существо или предмет, то есть являлся ни тем и ни другим. Постепенно в сознании людей выкристаллизовалось представление о том, что одни люди более способны к таким превращениям, другие менее. Более способные могут быстро и непосредственно вступать в контакт с силами природы, то принося пользу людям, то нанося им вред. Возникла вера в оборотней вервольфов от древнегерманского вериан переодеваться. На исходе средневековья под давлением церкви, считавшей всякие отклонения от христианской догматики происками нечистой силы, такая способность стала приписываться ведьмам, колдунам и подобного рода фигурам, которые, чтобы быстрее вступить в контакт с иными силами, применяли для этой цели по убеждению идеологов церкви особые волшебные снадобья и мази. Есть многочисленные свидетельства того, что лица, которые были обвинены церковниками в оборотничестве, в ведьмачестве и тому подобных грехах, использовали сильные наркотические вещества. Это в частности было вызвано скудностью питания простого народа в те времена в Европе. Если по каким-то причинам существующий уровень питания недостаточен для нормальной жизнедеятельности, прием наркотиков может принести временное облегчение. Однако быстро привыкая к такому допингу, организм перестает самостоятельно вырабатывать нужные соединения. Так возникает наркотическая зависимость, ведущая к тяжелым нервно-психическим расстройствам и деградации личности. Тяга к наркотическим веществам увеличивается при стрессе, голодании, недостатке в рационе глюкозы и витаминов В, Д и С. Когда же питание населения улучшилось с введением в рацион таких богатых аминокислотами овощей, как зеленый горошек и бобы, уменьшилось и число выше приведенных случаев. Предрасположенность к болезни коренится в процессах, совершающихся в организме человек. Иначе говоря, помимо социальных, имеются и глубинные биологические предпосылки развития наркомании. Скорее всего, решающую роль здесь играет уровень содержания в крови эндогенного этанола и продуктов его окисления, активно участвующих в обмене веществ. В средневековой Европе среди явлений массового наркотического отравления наиболее известны эпидемии эрготизма от французского слова, обозначающего спорынью, вызывавшиеся употреблением зерна, пораженного спорыньей. Они сопровожались вспышками ликантропии от греческого ликантроп человек-волк формой умопомешательства, при которой больные воображали себя превращенными в зверей, преимущественно в волков. В XVI веке ликантропия особенно во Франции носила характер эпидемии. Больные представляли себя обросшими шерстью, с ужасными когтями и клыками и утверждали, что во время своих ночных скитаний разрывали людей, животных и в особенности детей. Нередко в деревнях ловили ликантропов, бегавших на четвереньках и подражавших вою волков. Их считали колдунами, принявшими звериный облик, чтобы причинить больше вреда христианам. На оборотней устраивали облавы и подвергали обычной для колдунов казни сожжению. Спарынья содержит пеструю смесь алкалоидов, в основе структуры которых лежит вещество, названное лизергиновой кислотой. Швейцарский исследователь Гоффман пережил приключения с невеселым началом, но, к счастью, благополучно закончившееся. Работая с одним из искусственных производных лизергиновой кислоты, зарегистрированным в дневниках лаборатории под шифром ЛСД-25, он случайно лизнул капельку препарата. Через несколько часов его отвезли в психиатрическое отделение больницы, так как, по мнению близких, Гоффман сошел с ума. Врачи констатировали симптомы, схожие с теми, которые проявляются при шизофрении. Через несколько дней Гоффман вернулся в лабораторию вполне здоровым. На собственном опыте он убедился, что ЛСД-25 вызывает галлюцинации. При массовых отравлениях вышеописанного типа, при усилившейся борьбе церкви против нечистой силы, рассказы о действиях, которые вбивались в голову населения, не мудрены массовые вспышки заболевания ликантропией. Таким образом, верования в оборотни коренятся, как в пережитках языческих культов, тотемизм, анимизм, мать-земля, чернение лица и отголосках социально-правовой практики первобытных людей, так и в идеологической и даже биологической сферах той действительности, которая окружала людей в период наибольшего расцвета этих верований. И еще одно замечание. Рассматривать в качестве наиболее надежных источников, как это делают авторы книги, отчеты о судебных процессах, проводившихся над оборотнями в Средневековье, в наше время просто несерьезно. Эти странные и страшные вестники несчастья. Виконт Гормонстон очень милый и приятный человек, но даже его самые закадычные друзья не станут отрицать, что в нем есть что-то лисье. Следует сказать, что род Гормонстонов издавна связан с лисами. Бегущая лисица изображена наверху гербового щита, а другая, стоя на задних лапах, передними поддерживает герб рода. Отмечено, что когда очередной виконт Гормонстон оказывается на смертном одре, вокруг замка появляются лисы, прибегающие, чтобы почтить память того, кто был для них своим среди людей. В Нью-Айлер-Лэнд ревю за апрель 1908 года помещено сообщение о событиях, разыгравшихся в замке глубокой ночью 8 октября 1907 года. В это время Дженнико 14-й виконт Гормонстон умирал в Дублине от тяжелой болезни. В 8 вечера кучер и садовник насчитали около дюжины лис, бродивших вокруг замка и часовни. При этом они, по словам очевидцев, лаяли и плакали. Прошло два дня, и когда рано утром сын Дженнико Ричард Престон сидел у гроба отца в часовне, он явственно услыхал, как за дверью кто-то повизгивает и скребется. Он открыл боковую дверь и увидел сидящую прямо перед входом большую лису. За ней сидела еще одна, а дальше в кустах угадывались другие. Престон вернулся и пошел к задней двери. Открыв ее, он убедился, что перед ней тоже сидели лисы, причем одна из них сидела так близко, что молодой наследник чуть не ударил ее дверью. Осада часовни лисицами продолжалась два часа, после чего они исчезли так же внезапно, как и появились. Более ранние эпизоды, связывающие эту семью с лисами, нашли свое отражение в достоверных ирландских рассказах о привидениях. Известно, в частности, что когда в 1860 году умирал 12-й виконт в роду Гормонстонов, то накануне было замечено множество лис, бродивших вокруг замка или бежавших к нему. Перед самой его смертью три лисы затеяли игру возле самого замка, и в комнатах был слышен издаваемый ими шум. Госпожа Фаррелл свидетельствует, что лисы собирались вокруг замка парами и усаживались в основном перед окном спальни, где лежал на смертном одреве конт, лаяли и скулили всю ночь напролет. Любопытно, что они прошли через птичий двор, но не тронули ни одной курицы. После похорон лисы ушли. Далее в книге рассказывается. В 1876 году, перед смертью Эдварда 13-го веконта, лисы снова собрались у замка. В один из дней ему стало немного лучше, однако лисы продолжали лаять под окнами. В ту же ночь Эдвард скончался. Честно говоря, таинственно приходившие к замку лисы больше похожи на оборотней, чем на обычных лис. Во многих случаях из наших досье роль семейных предвестников смерти играют сверхъестественные существа, некая смесь животного и призрака. Так в Беллино-Кейне графство Лимерик Ирландия правитель Оссории из рода Сканлонов, умерший в 17 веке, удостоился при смерти странной иллюминации. Его резиденцию окружили непонятно откуда взявшиеся огоньки. Так происходило каждый раз при смерти Скайлонов в течение двух с лишним столетий. Последний раз огни наблюдались в 1913 году. Многие другие ирландцы с древней родословной также имеют своих предвестников смерти, главным образом, в виде стонов или даже появления самой Банши, женщины-привидения, которые в Ирландии издавна предвещают смерть. В Англии боятся таинственных стуков. В естественной истории Оксфордшира доктора Плота 17 век говорится, что, например, смерти в семье Вудов в Брис-Нортоне обязательно предшествуют стуки в дверь по столу или книжным полкам. Семейство Камберфордов в Камберфорд-Холле было также отмечено этим феноменом, в то время как бердетсы узнавали о предстоящей смерти одного из своих родичей по барабанной дроби, которая в течение нескольких недель неслась из печных труб. Из других источников мы знаем также о том, что католической семье Мидлтонов в Йоркшире в подобных случаях в полном соответствии с их вероисповеданием являлись монахини Бенедиктинки. А вот в семье Бререттонов предвестником смерти было появление в озере перед их особняком плавающего дерева. Впрочем, вернемся к живым предвестникам смерти, реальным или привидениям. Для семьи Уэстропов из Ирландии эту роль взял на себя белый филин. В последний раз его появление зарегистрировано в 1909 году. Семью аренделлсов из Ордура также предупреждали о грозящей смерти филины. Две большие птицы садились на выступ ограды фамильного замка. Клифтоны из Ноттингемшира имели знамение в образе редкого в этих краях осетра, который перед смертью кого-либо из членов этой семьи заходил в реку Трент и проплывал мимо Клифтон-Холла. По-иному обстояло дело в семье Феррорсов. В их родовом имении в Чартли возле Личфилда всегда паслось стадо белых коров. Возможно, оно содержится в тамошнем парке и до сих пор, и всякий раз рождение черного теленка предвещало семье смерть одного из ее членов. Журнал Страффорд-Шир Кроникл в этой связи писал в номере за июль 1835 года. Кончины седьмого графа Феррорса, его супруги, их сына Виконта Тааморцкого, его дочери, жены Уильяма Джолифа, сына восьмого графа Феррорса, его дочери леди Фрэнсис Ширли, все они предварялись появлением в стаде фатально окрашенного теленка. Так, весной 1835 года в нем появился черный теленок, и вскоре прекрасная графиня, вторая жена восьмого графа Феррорса, уже лежала на смертном адре. Епископство в Солсбери не передается по наследству, однако каждому из тех, кто занимает место епископа, достается и провозвестник смерти. Как только к очередному епископу из Солсбери приходит его смертный час, о нем возвещают странные белые птицы, прилетающие в Солсбери плейн. Кэтлин Уилтшир так описывает этих необычных в здешних краях птиц. По своим размерам они напоминают крупных альбатросов, их перья, особенно на крыльях, ослепительной белизны, и при полете они совершенно не машут крыльями. Первое появление этих птиц в Солсбери отмечено в 1444 году, когда епископ находился на епископском совете в Констанце, где и умер. На крышу дома, где лежало в гробу его тело, опустилась стая белых птиц. Она оставалась там всю ночь, издавая резкие крики. Их назвали птичьим знамением. В 1885 году дочь епископа мисс Мобберли своими глазами видела, как большие белые птицы вылетели из окружающего дом сада, когда ее отец лежал на смертном одре. Подобное это же случилось снова 15 августа 1911 года. Мисс Эдит Оливер, возвращаясь со спевки местного хора из местечка возле Солсбери, увидела возле дома двух больших белых птиц, которые летали, не взмахивая крыльями. Тогда она еще ничего не знала о связи между прилетом птиц и смертью в епископском доме. Но, придя домой, она услышала, что епископ Вордсворд неожиданно скончался. Когда она вспомнила о белых птицах, ей рассказали о давней примете. Пожалуй, самое интересное и на протяжении долгого времени документированная история, связанная с семейными предвестниками смерти в образе живого существа, это белые птицы Оксенхэма, начавшие появляться, как гласит семейная хроника еще в глубокой древности. Старинная девонширская баллада рассказывает, как сэр Джеймс Оксенхэм готовился к свадьбе своей дочери Маргарет, которая отвергла любовь одного, чтобы стать женой другого. Во время пира сэр Джеймс вдруг увидел возле дома белую птицу и невольно содрогнулся. Еще бы, ведь в те легендарные времена уже знали о том, что такое белая птица для семьи Оксенхэмов. И вот на следующий день, когда Маргарет и ее жених стояли перед алтарем, отвергнутый возлюбленный выступил вперед, пронзил кинжалом сердце неверный, а затем убил из себя на глазах пораженных прихожан. В этот момент под сводами пролетела белая птица. Первое зафиксированное в летписи упоминание о белых птицах, предвещающих смерть, связано с кончиной Грейс Оксенхэм в 1618 году. Двадцать три года спустя ее сын Джеймс опубликовал трактат относительно обстоятельств некоторых недавних смертей в семье. Его собственный сын Джон неожиданно умер в возрасте 22 лет после того, как в его комнате появилась белогрудая птица, которая несколько раз пролетела над его кроватью. Через пять дней, 7 сентября 1635 года, жена Джеймса Оксенхэма Томасина заболела, ей привиделась белая птица, и она скончалась. То же самое весьма скоро произошло и с ее сестрой Ребеккой, которая умерла в возрасте восьми лет, а 15 сентября умерла и малолетняя дочь Томасины, в спальне которой накануне видели белую птицу. Джеймс Хауэлл в своих семейных письмах 1646 год утверждает, что видел в одной лондонской камнерезной мастерской мраморную плиту, приготовленную для отправки в Девоншир, со следующей выгравированной надписью Джон Оксенхэм, его сестра Мэри, его сын Джеймс и его мать Элизабет. Всем им явилась белая птица, летавшая над их кроватью, когда они собирались проститься с жизнью. Белая птица появлялась вплоть до 1873 года, когда 15 декабря скончался в Кенсингтоне Оксенхэм. Согласно заявлению его племянника, преподобного отца Генри, оно приводится в книге Ли, Лики сверхъестественного, в комнате, где умирал его дядя, был слышен шелест крыльев, а за неделю до его смерти произошел странный инцидент. Его дочь и друг, которые ничего не знали о семейной традиции, открыли окно и увидели странную белую птицу, напоминавшую голубя, но значительно больших размеров, сидевшую на кустах напротив окна. Некоторые из слуг пытались отогнать ее, но все было напрасно. В книге доктора Могриджа «Описание Сидмута» содержится сообщение о смерти старого Оксенхэма и Сидмута в двадцатые годы девятнадцатого столетия. Незадолго до его кончины ухаживавшие за ним садовник и его жена увидели белую птицу, влетевшую в комнату через дверь и начавшую кружить над кроватью Оксенхэма, чтобы затем исчезнуть в одном из ящиков его бюро. Мы собирались сравнить вышеизложенное с различными антропологическими феноменами, такими как тотетизм или племенное родство с животными, надеясь найти достаточно разумные объяснения своей коллекции семейных предвестников смерти. Однако существуют некоторые аспекты взаимосвязи между семьей и живыми провозвестниками смерти, делающие такое сравнение невозможным и указывающие на существование какого-то основополагающего или, по крайней мере, периодически действующего принципа, которому подвластна жизнь на земле. Следует сказать, что проявляется он весьма своеобразно. Так, на границе Англии и Шотландии живет старинная семья Эрис, чей фамильный герб украшен изображением ежа, ибо, как гласят геральдические справочники, это игра слов. По-французски «эрисон» означает еж. Каким-то образом, однако, об этой шутке пронюхали сами ежи. Чем еще можно объяснить, что они появляются в доме в больших количествах всякий раз, когда один из членов семьи умирает? Герб старинной английской семьи фаулеров со времен крестовых походов украшает изображение совы. Вот какую историю в связи с этим поведал Уильяму Фаулеру из Камберленда его отец. Мы приводим ее по книге Кэтлин Уилтшир «Привидения и легенды сельского Уилтшира». Преподобный отец Фаулер, каноник из Линкольна, отошел от дел и уединился в Уилтшире, чтобы на досуге написать книгу по орнитологии. В день, когда он умер, вокруг его дома собрались совы, казалось, со всей округи, они сидели на крыше, на воротных столбах, бельведерах и на всем, на чем только можно было сидеть. На своих постах они оставались до тех пор, пока преподобный отец, чья фамилия по-английски означает «птицелов», не скончался, после чего птицы тут же исчезли. Но в момент похорон, когда гроб с телом священника переносили из покойницкой в здание церкви, к нему подлетела невесть откуда взявшаяся сипуха, птица отряда совинах, и почти коснулась крылом лица фаулера. После этого птица исчезла в листве тисов, росших на церковном дворе. Комментарии кандидата исторических наук Шервуд Поверья Поверья о вестниках несчастья уходят корнями вглубь веков. Они тесно связаны в первую очередь с искаженным осмыслением древними людьми понятий сон, смерть и душа. По представлениям древних сон приносит определенный дух, о котором у европейских народов сохранилось много сказаний. Этот дух или духи навевают ночью людям кошмары и мучают их во сне. От основы слова сон образованы у германских народов слова вредить и привидение, то есть явление мертвеца. Поскольку души часто выступают в человеческом облике, как второе лицо, приход привидения, по поверью, рассматривался как появление души, которая вернулась к живому из царства мертвых, чтобы забрать его с собой. Древние исландские саги полны таких историй. В древнегерманских языках подобные духи чаще всего именуются эльфами. Духи, которые приходят по ночам во сне к человеку, имеют способность к превращениям в собак, кошек, червей, птиц, чудовищ, девушек и тому подобное. Они проявляются и как звуки, пробуждающие людей ото сна, гром, постукивание, крик петуха и тому подобное. Духи непосредственно связаны с ветром, при помощи которого они носятся по полям и лесам и забираются к людям, чаще всего выступая в облике птиц. Поверье о белых птицах, как вестниках несчастья, ведет свое происхождение от древнего европейского образа домового, нередко появляющегося в таком виде. Домовой всюду сопровождает хозяев дома, принося им то добро, то зло, и, как говорится в сагах и народных сказаниях, одновременно оповещает их о смерти. Сам этот персонаж народной фантазии имеет двойственную природу. С одной стороны он добр, с другой зол. Он близок к людям и в то же время тесно связан с миром духов, то есть с потусторонним миром. Домовой показывается чаще всего ночью, в безвременье. Соответственно и сон — это время между временами, то есть когда человек ни жив, ни мертв. Поэтому домового, существо, для которого в межвременье, как и для оборотней, нет никаких преград, народная фантазия наделила чертами посредника между жизнью и смертью. Поверья о белых филинах и совах, как вестниках смерти или несчастья, коренятся в анимизме, в вере первобытных людей в то, что леса и поля населены духами. В народных сказаниях духи выступают как лесные, древесные, болотные, полевые и тому подобное. Они тесно связаны с ветром, знают лечебные травы, бывают страшными и красивыми, легко превращаются в животных, которыми и управляют. Духи очень часто выступают как домовые, а белые филины, сова, кроме того, по народным сказаниям, прямо, без всякого посредничества, предвещают смерть. Эти ночные птицы не только существа межвременья, но и души мертвецов, захороненных под деревьями, и одновременно древесные духи, поскольку живут на деревьях. Они ближе, чем домовые к потустороннему миру, но в то же время, выступая как домовые, связаны с людьми. Те же домовые представлены нередко гномами или кобальдами, от германского слова «кобе» хижина. В сказаниях их рассматривают как духов шума, бормотания, треска, постукивания и тому подобное. Отсюда вера в таинственные стуки, как вестники несчастья. Часто таких посредников между людьми и потусторонним миром представляли в образе лис, этих хитрых и изворотливых зверей. Свита древнегреческой богини охоты и вегетации Артемиды состояла из Эриний, богинь мщения, которые нередко оборачивались лисами. Так что и в этом случае можно легко проследить корни данных поверий, которые особенно распространены не столько в Европе, сколько в странах Восток. В древних сагах и сказаниях души умерших, как посредники между миром живых и миром мертвых, появляются и как огоньки, блуждающие в воздухе, и как присмыкающиеся или животные, черви, змеи, ежи и тому подобное, поскольку они не только тесно связаны с землей, обиталищем душ мертвых, но и имеют способность быстрого ползать, как и птицы вылетать, изо рта покидая мертвое тело. Духи в образе огоньков связаны с очень распространенным в Европе древним обрядом погребения сожжением мертвого тела. Считалось, что при кремировании душа в виде огня покидает его. Таким образом, сказания о вестниках несчастья коренятся в очень древних языческих верованиях — тотемизме, анимизме, в понимании межвременья, как такого момента, в котором нарушается привычный ход событий и происходят всевозможные превращения, например, появляется черный теленок в стаде белых коров, а также в культе предков, которые являются к потомкам в облике оборотней. И если подобным историям кое-кто верит в наши дни, то это связано лишь с живучестью суеверий, которые нет-нет, да и проявляются в двадцатом столетии. Маленькие люди Вера в фей, сохраняясь даже в самые мрачные дни рационалистического скептицизма, опять проявила себя в полную силу в середине двадцатого века. А маленький народец, который по общему убеждению играл весьма большую роль в жизни людей вплоть до средних веков, теперь вновь после периода отступления из районов прежнего обитания неожиданно объявился во всеоружии воздушных кораблей и совершенной техники, маленькие традиционно стремились подражать своим большим собратьям, и снова принялся за свои проделки. Читатель должно быть догадался, что мы говорим о пассажирах слетающих тарелок, то есть НЛО. Обычаи, сохранявшиеся до самого последнего времени, свидетельствуют, насколько тесными были когда-то связи между нами и ими. Мы, к примеру, читаем и сегодня о блюдцах с молоком, которые на ночь выставлялись перед дверью дома, обоставлявшихся невспаханными участках, считавшихся землей фей, о так называемых тропах фей, которые нельзя было загораживать или строить на них дома. С другой стороны, маленький народец не забывал отблагодарить тех, кто уважал его права, принося таким людям и дары и удачу. Закат отношений между нами и маленькими людьми наступил, как принято считать, главным образом в результате деятельности христианских гонителей злых духов, ревностных монахов и проповедников веры, которые залезали в самые глухие уголки, чтобы благословить не только дома и фермы, но также все леса, луга и реки. После их пребывания, по словам Чосера, не оставалось места феям, где эльфов видели на медне, шагая тощий проповедник. Доктор Инграм, умерший в 1879 году в возрасте 103 лет, получил в свое время известность как человек, которому принадлежит честь изгнания последних гномов и фей шотландских островов, откуда они якобы переселились на фареры. Джон Никольсон, автор книги «Народные рассказы и легенды шотландских островов», услышал об этом от одного из шотландцев, а тому, в свою очередь, поведала эту историю мать одного из гномов, которая была уже слишком стара и немощна, чтобы отправиться вместе со своим сыном на фареры. Однако, если верить письму Торнера из Лутона Бэтфордшир, опубликованному в книге Марвика «Фольклор Оркнейских и Шотландских островов», то на севере Шотландских островов гномы все еще не перевелись. Торнер был на Оркнейских островах во время Второй мировой войны и однажды набрел на целую группу гномов, поднимавшихся вверх по скалам Хоя, чтобы найти там укрытие от разыгравшейся зимней бури. По его словам, он насчитал примерно дюжину маленьких диких людей с желтой кожей, длинными темными волосами и с недобрым выражением глаз. Это хорошо согласуется с теорией, выдвинутой в 1890 году Дэвидом Мак-Ритчи, что волшебный народец Северной Шотландии и вообще любые волшебные существа — не что иное, как воспоминания о действительно живших здесь когда-то в давние времена аборигенах, финнах, эскимосах или еще о каком-либо маленьком народе. Страшную историю на эту же тему написал Джон Бучин. В ней речь идет о похищении одного человека в Шотландии племенем троглодитов из числа кельтских пиктов. Предположение, что они могли сохраниться до сегодняшнего дня, малоправдоподобные объяснения случаев обнаружения маленьких людей, особенно с тех пор, как они занялись космическими путешествиями. Однако, надо признать, что волшебство гномов и других маленьких человечков издавна давало им преимущество перед нами как в мастерстве, так и в глубине знаний по естественным наукам. Свидетельством этого служит прекрасный стеклянный сосуд удача Иденхолла, который раздобыл у волшебного племени дворецкий семейство Масгрейвов в Камберленде. В настоящее время сосуд находится в Национальном музее изящных искусств Виктории и Альберта в Лондоне, а в Королевской Ирландской Академии в Дублине хранится древний медицинский трактат, подаренный волшебниками одному человеку, которого они увезли в свою страну, а затем возвратили обратно, посвятив предварительно во все тайны медицины. И если признать, что приписываемые им знания действительно таковы, то не приходится удивляться, что их достаточно для построения шарообразных летательных аппаратов, в которых, как говорят маленькие люди, путешествуют в космосе в наши дни. Мы рассматриваем связь между феями и НЛО вполне серьезно. Слишком уж много свидетельств существования маленького народца имеются как в прошлом, так и в настоящем, чтобы можно было их отбросить как необоснованные. Вот почему мы не можем согласиться со специалистами по фольклору старшего поколения, с большим удовольствием слушающими причудливые обороты речи, в которых необразованные сельские жители выражают свою веру в волшебство и в то же время отмахивающимися от подобных суеверий, существующих в наши дни. Ученый мир, похоже, перенял у них эту предубежденность. Поэтому именно писателям, занимавшимся в послевоенные годы проблемами НЛО и других подобных загадочных явлений в природе, досталось регистрировать феномены, которые, произойдя они парой сотен лет раньше, сейчас с гордостью выставлялись бы учеными-фольклористами как самые большие диковины. В таких книгах, как Гуманоиды Чарлза Боуэна 1969 год, Пассажиры летающих тарелок Лоренсенов 1967 год или в вышедшей в 1975 году книге Кларка и Коллмана «Неопознанные» подчеркивается ставшая уже легендой связь между маленькими людьми и НЛО. Во второй из них можно насчитать примерно 50 сообщений о встречах с маленькими людьми в 50-х и 60-х годах и еще столько же с другими волшебными существами. При этом каждая из таких встреч связана с появлением сферического или дискообразного корабля и все описанное детально подтверждается свидетелями. Приведем всего лишь один пример. В полдень 20 августа 1965 года инженер Альберто Угарте с женой и приятелем осматривали руины поселения инков возле Куско, Перу, и вдруг заметили сверкающий диск всего лишь пяти футов в диаметре, который спустился с неба и приземлился на старинной каменной террасе. Из него вылезли какие-то маленькие существа странной формы, излучавшие ослепительное сияние. Однако, завидев людей, они забрались обратно в свой космолет и исчезли. Свидетельство в пользу существования волшебных маленьких людей уязвимо лишь в одном отношении, а именно, учитывая количество сообщений о контактах с ними, собрано поразительно мало материальных доказательств. Некоторые предметы, как, например, выставленные в музее сосуд и медицинский трактат, о которых упоминалось выше, лишь считаются полученными непосредственно от волшебного народа. Остальные свидетельства их пребывания на земле — выжженная трава или примятая растительность в местах, где видели приземляющиеся НЛО. В местах захоронения фей находили также маленькие кости, но их принадлежность в большинстве случаев оставалась невыясненной. Возле острова Льюиса на внешних гибридах находится небольшой остров. Местная легенда утверждает, что это место жительства, а позднее и кладбище маленьких людей, обитавших здесь в незапамятные времена. Преподобный отец Монро производил на острове раскопки еще в шестнадцатом столетии и обнаружил в земле миниатюрные черепа и кости. В 1630 году капитан Джон Даймс также проводил на этом острове раскопки и также обнаружил кости и черепа, однако решил, что они слишком малы для человеческих. В начале нашего столетия раскопки на том же месте производил историк с гибридов МакКензи. Он также нашел кости, но они принадлежали морским птицам и небольшим млекопитающим, склонен был считать, что и в прежние времена здесь находили то же самое. По его мнению, легенда о пигмеях родилась из-за неспособности местных жителей отличать скелеты обычных птиц от скелетов гоменит. Фотографии, на которых запечатлен волшебный народец, обычно плохого качества, и к тому же их крайне мало. Впрочем, один случай можно считать исключением. В рождественском номере журнала «Стрэнд Мэгазин» за 1920 год, сэр Артур Конан Дойл, который решил употребить гонорар от своих рассказов о Шерлоке Холмсе на физические исследования, рассказал о случае столь сенсационном, что, по словам журнала, это открывало новую эпоху в человеческом познании. Вместе со статьей публиковались фотографии двух молодых девушек с эльфами и феями. Это были — в свое время их имена не разглашали — Элзи Райт и ее двоюродная сестра Фрэнсис Гриффитс. За домом, где жила Элзи, находилась лужайка-фей. Девочка часто играла там и завела себе друзей среди маленьких жителей лужайки. Летом 1917 года Элзи ей тогда исполнилось 16 лет, а ее кузине было 10, одолжила у отца фотоаппарат, чтобы их сфотографировать. Девочкам удалось получить великолепные фотографии. Эксперты не могли к ним придраться, а обстоятельства, при которых они были сделаны, исключали всякую возможность мошенничества. Однако другие эксперты утверждали, что это подделка. Поскольку эльфов не существует, говорили они, не может быть и никаких подлинных снимков, сделанных с помощью беспристрастной фотокамеры. Вестминстер газет послала своего репортера для того, чтобы расследовать это дело и разоблачить юных мошенниц. Он обнаружил, что и девушки, и их семья, сама честность и вернулся в газету ни с чем. Друг Конан Дойла, Эдвард Гарднер, также съездил в Йоркшир с фотоаппаратом и помеченными фотографическими пластинками. Девушки отправились с этим оборудованием на поляну и вернулись с новыми фотографиями эльфов. Самое тщательное изучение фотографий, проведенное после этого, подтвердило, они подлинные. Провозглашая приход фей, в книге того же названия Конан Дойл писал, «Нашему мозгу трудно представить, каковы могут быть конечные результаты, если мы действительно доказали существование на поверхности этой планеты населения, которое, возможно, столь же многочисленно, как и человечество, ведет свою странную жизнь по странным законам и лишь немного отличается от нас по духу». Комментарии кандидата исторических наук Шервуд Для древних вся природа была полна одушевленных существ, которые непосредственно происходили от душ мертвецов, но стали самостоятельными и независимыми от них. В сагах и сказаниях различаются две основные группы — эльфы и великаны, отличавшиеся размерами и обликом. И те, и другие родились из живой природы. В обоих персонифицировались видимые силы природы, но в эльфах они кроткие, а в великанах сильные и буйные. Их связь с людьми — основное содержание саг. Как души мертвых продолжали жить в ветре, на земле, в холмах и камнях, на полях и лугах, лесах и воде, так и эльфы с великанами проживали там же. Таким образом, дух оторвался от своей основы. Где движение, там жизнь. И движение ветра, воды, колосков и так далее стало трактоваться как следы пребывания в ветре, воде, на поле таких существ. Ранее с эльфами не связывали зло. Кто их имел в друзьях, тому улыбалось счастье. Это были преимущественно добрые и милые духи, готовые прийти на помощь. Кроме эльфов, в сагах встречаются так называемые малыши, гномы и карлики, выступающие как духи, хранители земли. Они бывают добрыми и злыми. Были и другие волшебные существа, различающиеся по роду деятельности и облику. Народные сказания населяют маленькими людьми особые места на земле. Чаще всего это лес, обиталище духов, всех видов, танцующих и играющих по ночам и исчезающих с первыми лучами солнца, следы их, круг, вытоптанный в траве. Они знают будущее и могут принимать любой вид, выступая оборотнями. У исландцев и фарерцев сложилось собственное представление об эльфах, живущих среди людей. Внешне они выглядят как люди и ведут такой же образ жизни, отличаясь лишь тем, что очень долго живут. Карлики, эльфы-кузнецы, живущие в горах. Это старые, толстые, бородатые существа, ростом с трех или четырехлетнего ребенка или с мизинец, умные, хитрые и удачливые. По ночам охотно навещают людей, но с появлением солнца превращаются в камни. Они хранители сокровищ земных недр, особенно золота, серебра и драгоценных камней. В горных местностях до недавнего времени люди, веря в их существование, выставляли в особых местах для карликов горшочки с едой. Гномы похожи на карликов. По поверьям они нередко принимают облик кошки, приносят счастье в дом. В старину суеверные люди выставляли им на ночь блюдечки с молоком. В образе малышей выступали в поверьях и духи леса и поля. У крестьян огромную роль играла вера в духов зерна, оборачивающихся зайцем, оленем, свиньей, козой, кошкой, собакой, волком или косулей. Эти духи являлись и духами плодородия. Для того, чтобы умилостивить их и привлечь к себе, оставляли участок поля с неубранным урожаем. Великаны чаще всего выступают как враждебные силы. Они ночные создания, носящиеся по воздуху. В отличие от эльфов, среди них реже встречаются оборотни. Они древнее богов и знают много о сотворении мира. Вместе с ветром великаны завывают как волки или собаки, шумом срываясь вниз по голым скалам, аллегорически олицетворяя в межсезонье борьбу между летом и зимой. Таким образом, пережиточные верования в существование маленьких людей легко объяснимы и не требуют каких-то особых исследований. Эти существа, как и духи без времени, тесно связаны с миром людей и миром мертвых. Недаром в сагах нередко повествование о еде эльфов, отведав которые люди навсегда и надолго уходят по ту сторону, то есть в царство мертвых. Такую же роль играет поцелуй королевы эльфов. Чудовище в озерах и змеи в морях. В этой главе речь пойдет о так называемой феноменалистической реальности, к которой мы причисляем те явления, видения, ощущения и случаи, которые повторяются на протяжении длительного периода времени, не поддаваясь вместе с тем строгому научному анализу. Именно эта неподдаваемость составляет важную особенность всех явлений подобного рода, что и позволяет объединить их в одну категорию и тем самым сблизить внешне весьма далекие друг от друга вещи, такие как, скажем, НЛО, которые люди видят в небе, и змеевидные чудовища, которых наблюдают в озерах и океанах. Водяные чудовища весьма любопытны. Судя по всем имеющимся сообщениям, огромные и неизвестные нам существа действительно есть в озерах и в морях по всему свету. Однако современная наука, которая, по ее уверениям, изучила и классифицировала почти все формы жизни, какими бы редкими или микроскопическими они ни были, не смогла обнаружить никаких физических следов этих огромных существ. Сейчас уже имеются фотографии, которые в сочетании с показаниями свидетелей доказывают, что чудовищ на самом деле видели, а вот доказательств того, что они физически существуют, нет. Хотя ничто, явившееся нам в воображении, нельзя считать невозможным, и мы, тем не менее, убеждены, что шансы увидеть лох-несское чудовище, изображение которого показывают на улицах Ивернесса, столь же малы, как и шансы увидеть любое другое фантомное существо, выставленное на всеобщее обозрение. С феноменалистической точки зрения нет никаких сомнений в том, что озерные и морские монстры действительно существуют. Сообщения о том, что их видели как во внутренних водоемах, так и у морских берегов, поступают из Шотландии, Ирландии, Скандинавии, Канады, Африки, Новой Зеландии, отовсюду, где для этих чудовищ есть достаточная для их размеров жилплощадь, и даже оттуда, где площадь эта явно маловато. Одно из возражений, выдвигаемых некоторыми биологами, против существования лох-несского чудовища, как раз и состоит в том, что озеро Лох-нес чересчур мало для того, чтобы в нем могла проживать колония таких существ. И вместе с тем есть озера гораздо меньшие по размеру, чем лох-нес, и тем не менее там, если верить сообщениям, также обитают гигантские монстры. Капитан Лесли, к примеру, не один год расследовал легенду о другом чудовище, Коннемарском, названном так по району в Западной Ирландии, где находится озеро, в котором оно якобы водится. Время от времени некоторым удовалось по их словам увидеть его и в наши дни. Эти монстры достигают как будто полмили в длину. 16 октября 1965 года капитан произвел взрыв в озере Фадда и был вознагражден видом какого-то чудовища, барахтавшегося примерно в 50 ярдах от берега. Ранее, в 1954 году, библиотекарю из Клифдена, графства Гэллоуэй, мисс Джорджини Кербери и трем ее друзьям исключительно повезло. Находясь на том же озере всего в 20 ярдах от себя, они, помертвев от ужаса, увидели чудовище, гигантскую черную змею, плывшая с открытой пастью прямо по направлению к ним. В своей книге «Драконы и диски» 1973 год Холидей описывает ход собственных изысканий на небольших ирландских озерах, некоторые из них были по размерам не больше пруда, в частности, на озере Лауфнауин возле Клифдена, размерами всего 100 на 80 ярдов, известным тем, что там видели чудовище. Вот что пишет Холидей, один из самых, пожалуй, наблюдательных современных авторов, специализирующихся на монстрах, по поводу этого явного парадокса. Хотя все вроде бы свидетельствовало в пользу того, что пайсты древнее ирландское прозвище фантомных озерных чудовищ издавна водятся в здешних озерах, было непонятно, чем они питаются. В Науине живет устойчивая популяция коричневой разновидности форели, довольно мелкой, но предполагать, что в маленьком пруду могло жить чудовище величиной по крайней мере с крокодила, питаясь лишь этой рыбешкой, было бы чистейшей бессмыслицей. Ясно, что запасы фореля иссякли бы через несколько дней. Тот же парадокс отмечается и в связи с суррейской пумой, которая также отличается странной способностью жить в неприспособленной для нее местности, правда, не питаясь при этом ее обитателями. Холидей указывает и на такую странную особенность поисков лох-несского чудовища. Оно будто нарочно стремится удрать от фотографов, или же фото не проявляются, таинственно испаряются и так далее, а иногда фотоаппарат или кинокамеру почему-то забывают в машине. Единственные удавшиеся кинокадры, сделанные еще в 1930 году на Лох-Несс неким Мак-Реем никогда не демонстрировались ни публике, ни экспертам. Поистине злой рок висит и над деятельностью специального бюро по расследованию лох-несского феномена. С 1965 года, когда на берегу озера был учрежден его первый пост, чтобы вести наблюдение за Лох-Нессом непрерывно в течение полугода, на озере не происходило ничего подозрительного, а ведь годом раньше на том же самом месте многочисленным свидетелям удалось стать очевидцами двух всплытий чудовища. В 1965 году чудовище показалось всего однажды, и как раз в тот момент, когда кинокамера сотрудника бюро была неисправна. В другой раз, уже в 1970 году, монстр поднял свою голову из воды как раз через несколько минут после того, как наблюдатель зачехлил камеру и ушел спать. В 1971 году энтузиаст поиска Несси Тим Динсдейл был на пункте наблюдения, вооружившись сразу пятью телефотокамерами, когда из воды высунулась шея монстра, находившегося от него всего в каких-то двухстах ярдах. Эта неожиданная встреча настолько поразила бедного Тима, что он не смог сделать ни одного кадра. Подобный эффект паралича при столкновении с фантомными чудовищами отмечался уже давно. Так, в 1857 году лорду Маусмбери его егере рассказывали о чудовище, виденном имя в лох Аркейге. Лорд тут же предложил подстрелить чудовище, на что получил ответ, не торопитесь ваша милость, скорее всего и ваше ружье даст осечку. Все современные авторы занимаются выяснением бесполезного на наш взгляд вопроса, существуют ли подобные создания в физическом смысле. При этом почти все они, от Гулда в 1934 году до Костелло в наши дни, склонны считать чудовища реальными в обычном смысле этого слова. Другие же, их явное меньшинство, объясняют все случаи явления чудовищ ошибкой восприятия, надувательством или психологическими причинами. Среди этих последних главная роль принадлежит безусловно великому развенчателю мифов Моррису Бертону. Со своей стороны мы снова, как делали уже не раз на протяжении всей книги, заявляем, что считаем такую поляризацию оценок совершенно ненужной. Если говорить, к примеру, о тех же водяных монстрах, то в прежних книгах можно найти множество упоминаний о них, причем никто не пытался выдавать их за действительно существовавших представителей фауны, а считал продуктом игры стихийных сил. В жизне описание святой Колумбы, например, говорится о том, что примерно около 505 года эта святая сперва призвала, а затем отослала лохнесское чудовище, о котором идет столько толков в наши дни. Подобные же случаи заклинания духов чудовищ содержатся и в старинных легендах, и в мифах, распространенных по всему свету. В них мы неизменно наталкиваемся на героя, который во всеоружии солнечного сияния побеждает змея или дракона. Таким образом, ясно, что речь идет о явлении, существовавшем издавна. Сурейская пума Есть животные, которые, как полагают, вымерли, но на самом деле не вымерли, которые не должны существовать, но почему-то существуют, как будто бы случайно, которые живут в одной части свет, а появляются в другой. Кстати, мы недаром говорим о животных, существующих случайно. Нам кажется, что только при таком подходе можно объяснить некоторые странные особенности распределения мировой фауны, которые редко упоминаются в учебниках по биологии и естественной истории. Мы, к примеру, напрасно пролистали жизнь британских млекопитающих в поисках упоминания о сурейской пуме, животном, время от времени появляющимся в графстве Суррей. В конце концов, нам пришлось обратиться к единственной авторитетной книге по данному вопросу, а именно журналу полицейского управления в Годалминге. В нем лишь за период с сентября 1962 по август 1964 года описывается не менее 362 двух случаев встреч с таинственными животными, которые, как правило, ассоциируются с пумами. Полицейские записи не подлежат, однако, общественной проверке, но одних сообщений, опубликованных в открытой печати, достаточно, чтобы составить целое досье. С 1962 года по настоящий день, когда опишутся эти строки, отмечено появление пумы и других таинственных животных более 80-ра. Эти данные можно найти с указанием источника и подробностей в номере журнала «Инфо» за май 1974 года и в журнале «Ньюз» за январь 1976 года, и это лишь малая часть публикаций о данном феномене. Дело в том, что в дополнение к тем случаям, которые известны полиции, о многих из них ничего не сообщается в прессе, а также к тем, которые попадают в досье лондонского зоологического общества по суррейской пуме, есть множество таких, о которых очевидцы попросту не сообщают из-за боязни попасть в глупое положение, потому что специалисты, да и не только они, отказываются верить в то, что им удалось увидеть большого неизвестного науки зверя в обжитых районах Южной Англии. Для тех, кто не знаком с предметом нашего разговора, приведем несколько типичных примеров, чтобы ввести их в курс дела. Сразу же оговоримся. Мы могли бы привести большое количество случаев для каждого года, начиная с конца пятидесятых годов, и для каждого из графств юга страны, от Норфолка до Корнуола. Однако мы ограничимся на сей раз лишь графством Суррей, где пума появляется чаще всего и прилегающими к нему графствами. 4 сентября 1964 года человек, собиравший черную смородину в Менстеде Суррей, увидел существо около пяти футов длиной, не считая длинного хвоста, с шерстью коричневато-золотистого оттенка и головой, напоминавшей кошачью. На спине животного можно было явственно различить темную полосу. Позднее в Менстед Коммон на песчаной почве были обнаружены большие следы животного. Они тянулись примерно полмили и затем обрывались у высокой изгороди, за которой начинались кусты. По-видимому, зверь перепрыгнул через нее и скрылся в зарослях. 23 и 24 сентября принесли новые известия из Суррия. В лесу была найдена задранная косуля со сломанной шеей и глубокими царапинами на теле, которые могли оставить лишь когти большого хищника. Неподалеку обнаружили телку, еще живую, но истекавшую кровью, сочившейся из множественных ран на теле, оставленных когтями хищного животного. На следующий день водитель машины увидел зверя на дороге возле Дансфолда и решил, что это пума. В октябре известия о пуме пришли из соседнего Сассекса. Женщина, прогуливавшая своих собак в лесу, так описала встретившееся ей животное корреспонденту местной газеты Midhurst and Petworth Observer. Зверь достигал шести футов в длину, мех у него золотисто-коричневатый, мои собаки загнали его в подлесок, откуда послышались в ответ на их лай хрип и виск. В районе встречи были вскоре обнаружены отпечатки лап крупного хищника. В том же месяце местный лесник безуспешно пытался подстрелить черного с узенькими глазами зверя в Фарли-маунт возле Винчестера графства Хемпшир. Такое же животное пуму увидел и другой лесник в тех же местах Южной Англии. Следом за этим было получено еще несколько сообщений о встречах с нею из Крондала на границе графств Суррей и Хемпшир. Лондонская Evening News писала об этих участившихся свиданиях с пумой 24 и 28 октября того же года. Следующими свидетелями стали двое полицейских. Их пума разгуливала по церковному двору в Столк-Поджес графства Букингемшир возле памятника Томусу Грею, написавшему там свою знаменитую элегию. Этот случай описан в лондонском обсервере за 20 ноября. В тот же день пуму видели в Нэтлбеде Оксфордшир, а за два дня до этого она появлялась в Литлорд Коммон Букингемшир. Следующее зарегистрированное появление пришлось на 15 декабря, когда животные обнаружили в Юхерсте графство Суррей. К январю 1965 года Суррейская полиция получила уже такое количество сообщений о пуме, что решила опубликовать предостережение об опасности, которую влечет за собой прогулка по Хартвуд Коммон, где, как полагали в то время таинственный зверь, предпочитал обитать зимой. Встречи продолжались, и 5 июля 1966 года лондонская Таймс поместила сообщение из Орплесдона графства Суррей о том, что накануне несколько полицейских и других свидетелей наблюдали с расстояния около ста ярдов, как рыжевато-коричневая размером с Ньюфаундленда пума с кошачьей мордой и длинным хвостом, заканчивавшимся белой кисточкой, подкралась и убила кролика. Вся сцена продолжалась 20 минут. 14 августа фотография пумы была опубликована в лондонской газете People. Эксперты, не присутствовавшие при съемке, удобно расположившись в своих креслах, заключили, что перед ними собака, лиса или дикая кошка, на что полицейский инспектор Эрик Бурн, один из свидетелей, возразил, «Я еще не сошел с ума и могу отличить барсука и лису от пумы. Говорю вам, что это была пума». Что ж, людей в свое время вешали и по менее вескому поводу. Характерно, что, как и в ряде других случаев, связанных с необычными феноменами природы, городские власти почему-то с высокомерием отметают показания сельских жителей, считая, что они не в состоянии якобы отличить знакомое им местное животное от зверь, скажем, из Южной Америки. Феномен сурейской пумы не разгадан и до сих пор. Еще в 1975 году пуму видели несколько раз в период между 6 и 9 мая. Сначала это был большой, похожий на кошку зверь, бежавший по полю в Брукс-Грине возле Хоршема графства Сассекс. При этом две лошади встали на дыбы, сбросив своих наездниц. Полицейская облава обнаружила волоски шерсти на заборе и отпечатки лап, которые, по мнению членов Королевского общества защита животных от жестокого обращения, должны были принадлежать животному весом от 90 до 120 фунтов, и уж никак не собаки. В последующие несколько дней похожее на пуму животное появлялось неоднократно, причем однажды оно пересекло шоссе возле Пис-Потедж. В апреле 1976 года в Бат-Кроникл появилось сообщение о пуме в западном Уилтшире. Итак, мы снова сталкиваемся с тайной привлекающей к себе внимание и не дающей в руки ни рационалистов ученых, ни охотников за дичью, а они тоже наезжали в Суррей, ни фермеров, ни полицейских, ни, наконец, сторонников оккультизма и энтузиастов НЛО. О том, что это пума, свидетельствует заключение лондонского зоопарка, куда из Менстеда об этом случае говорилось выше, полицейские послали гипсовые отпечатки лап неизвестного зверя. Однако Морис Бертон, давний специалист по развенчиванию мифов, связанных с лохнессским чудовищем и другими подобными легендами, настаивает, что отпечатки принадлежат собаке и щейке, и это, несмотря на то, что все, кто видели зверя, утверждают в один голос «это не собака». В общем, если полагаться на свидетельство очевидцев, то можно прийти к заключению, графство Суррей и его окрестности кишмя-кишат дикими животными, пумами или еще чем-то в этом роде. Но ведь этого просто-напросто не может быть. Да, свидетельство налицо, но их нельзя считать окончательными. Следы на земле, волоски шерсти, несколько задранных животных и ряд сомнительных фото. Никаких туш и, более того, никаких следов массовой систематической гибели домашнего скота и диких животных в лесах, что должно бы было непременно сопутствовать появлению целой колонии настоящих пум. Одно такое животное, утверждают авторитеты, съедает 300 фунтов мяса в неделю. Это примерно 5 косуль. Иными словами, поддерживать такую диету в Суррее с экологической точки зрения невозможно. Даже одна пума, оказавшись на свободе, нанесла бы непоправимый урон местным стадам. В сущности, это та же проблема, что и у энтузиастов НЛО. Свидетельства, которыми располагают сторонники одного и другого феномена, носят не физический, а феноменалистический характер. Мы не можем не верить в существование как НЛО, так и английских пум, потому что их действительно видят и видят часто. С другой стороны, мы не можем верить в них так же, как мы верим в существование аэропланов или лисиц, так как НЛО и пуму, в силу их природы, нельзя поймать и изучить научными методами. Черную собаку также часто видели, но никому не удавалось ни подстрелить, ни поймать ее. Пума в Сурее наводит на мысль о животных порождениях нечистой силы, таких как черный медведь без головы, терроризировавший одну сомерсетскую деревню в 17 веке, или об оборотнях и меняющих свою форму животных и людях, о колдунах и обесчисленных легендах, где фигурируют таинственные существа, населяющие все континенты и океаны мира. Из всего этого мы создали теорию, которая, подобно всем нашим теориям, носит незавершенный характер. Она заключается в том, что существа, ныне вымершие, а когда-то населявшие те или иные участки суши или моря, продолжают после своей гибели являться в виде призраков в том же самом месте, обретая физическую реальность, чтобы однажды окончательно вернуться. В нашем распоряжении имеются некоторые удивительные случаи возвращения к жизни казалось вымерших видов. Бермудский буревестник, заметный своим характерным полетом птица, был хорошо известен первым поселенцам островов, которые истребили этот вид в 1621 году. Так полагали, ибо более трехсот лет буревестник не появлялся над своим родным островом. В 1951 году он неожиданно объявился. Вскоре на Бермудах нашли колонию из семнадцати гнезд. Теперь эта птица там процветает. В своей книге «По следам неизвестных животных» Хевелманс приводит несколько случаев подобной же тенденции появления вымерших видов в прежних местах обитания. Сюда он относит и драматические примеры обнаружения сибирского мамонта в наши дни. В Англии неожиданно стал попадаться дикий кабан, который считался истребленным по меньшей мере двести или триста лет назад. 5 августа 1972 года дикий кабан был пойман после долгих преследований возле шоссе к северу от Хартли Уинтни. Из зоопарка, как установили, кабаны не убегали. Но мы все равно не придали бы этому случаю значения, окажись он единственным. Между тем, 10 августа в том же районе был замечен еще один дикий кабан, которого безуспешно преследовали полицейские и собаки. Через шесть дней еще один кабан пасся вместе с лошадьми на поле темно-серого цвета, остромордой, с длинным хвостом, с кисточкой. 7 сентября фермер подстрелил возле Брэмсхилла графства Хемпшир сто-килограммовую дикую свинью, после чего власти воздержались от указания места пребывания еще одного кабана, о котором было известно. Эти инциденты с дикими кабанами произошли в районе Хемпшира, Суррея, Бергшира и Сассекса, то есть региона, где обитает уже известная нам Суррейская Пума. Последнее сообщение о появлении дикого кабана получено из Шотландии. Там, как пишет газета Daily Telegraph от 16 марта 1976 года, один кабан был убит при столкновении с автомобилем в поместье графа Кодера возле Найерна. Комментарий Поповой В отличие от авторов книги, утверждающих, что выяснение вопроса о существовании неизвестных науке животных бесполезно, поскольку они являются миром промежуточной реальности или продуктом игры стихийных сил природы, наука допускает существование таких животных. Бельгийский зоолог Эйвель Манс, занимавшийся изучением неизвестных науке животных, считает, что их существование вполне возможно, и дальнейшее исследование этой проблемы весьма серьезная задача. Он говорит, «Мне кажется, что легенда о морском змеи зародилась потому, что людям приходилось встречаться с разными, еще неизвестно какими, очень большими животными змеевидной формы, принадлежащими к различным классам, рыбам, присмыкающимся, млекопитающим. Ведь только в нашем веке было открыто довольно много неизвестных ранее животных. Например, в конце тридцатых годов у Каморских островов поймали латимерию, кистеперую рыбу, ровесницу древнейших ящеров. Она считалась вымершей 350 миллионов лет назад, а бронтозавры и плезиозавры вымерли гораздо позже. Наибольший успех выпал на долю неведомого обитателя шотландского озера Лох-Несс. Об этом существе написано немало книг. Сейчас только их перечень занимает 11 страниц в книге Костелло в поисках озерного чудовища. Некоторые зоологи допускают возможность пропитания небольшой колонии животных в этом озере. Глубина его почти четверть километра, протяженность 38 километров. Видимо, в отдаленную эпоху оно было морским заливом, а изолированным водоемом стало после землетрясения или в результате постепенного подъема суши после окончания ледникового периода на севере Европы. Морские животные, оказавшиеся в изолированном от моря водоеме, могли выжить, несмотря на постепенное опреснение воды. Мягкий климат, множество рыбы, планктон, отсутствие врагов, все это могло благоприятствовать их существованию. Надо сказать, что водное животное расходует энергию лишь тогда, когда движется. В состоянии покоя оно может долго пребывать с абсолютно расслабленными мышцами, при этом обмен веществ у него менее интенсивен. Ему требуется относительно меньше энергии, чем сухопутному собрату таких же размеров. Следовательно, оно нуждается в меньшем количестве пищи и расходует меньше кислорода. Утверждения авторов о том, что нет физических следов этих огромных существ, вовсе не доказывают фантомность их существования. Известно, что крокодилы и другие рептилии, присмыкающиеся, заглатывают камни, которые играют у них роль балласта. Поэтому трупы их могут оставаться под водой и там поедаться придонными животными. Наибольшие сомнения зоологов вызывают размеры неизвестных животных. Большинство ученых считают, что новые виды могут иметь небольшие размеры и походить на уже описанные. Но, тем не менее, даже в нашем веке были открыты довольно крупные экземпляры. Например, о самой большой ящерице в мире, гигантском варане длиной в 3 метра, ничего не было известно до 1912 года, когда эти присмыкающиеся были обнаружены на маленьком острове Комодо в индонезийском архипелаге. В 30-е годы слухи о неизвестном лесном буйволе в Камбодже, сейчас Кампучия, привели к открытию Купрея, самого древнего из живущих ныне диких представителей крупного рогатого скота, вес которого достигает тонны. В 1976 году в Тихом океане вблизи Гавайских островов поймали удивительную рыбу. Это была акула, длиной более 4 метров, питающаяся планктоном. Так был открыт первый представитель нового семейства акул. За огромные челюсти находку окрестили большородкой. И это далеко не полный перечень открытий за последние десятилетия. После 1940 года каждый год обнаруживается примерно три новых вида птиц, а млекопитающих даже чуть больше. Но около 80% новых млекопитающих относятся к летучим мышам, крысам или землеройковым, а 75% новых птиц являются малыми певчими птицами. Необходимо также сказать об эффекте паралича, наблюдающегося по словам авторов у тех, кто сталкивается с неведомыми животными. В этом проявляется особенность психики человека. Каждый знает по себе, что при встрече с неожиданным и неизвестным в первый момент наступает как бы оцепенение и лишь спустя какое-то время человек начинает действовать. Возможно, эта особенность досталась нам в наследство от далеких предков. Мы замираем в первый момент при виде неизвестного, а затем, когда сознание и подсознание оценят степень опасности, следует реакция бежать, вступать в бой, просто полюбопытствовать. Поэтому видеть что-то мистическое в том, что люди забывали о фотоаппарате, кинокамере, то есть наступал как бы эффект паралича, значит плохо знать особенности человеческой психики. Ведь окружающий мир не лаборатория, где все разложено по полочкам и где протянув руку можно достать любую пробирку или образец для исследований, а неведомые животные появляются совсем не тогда и не там, где их ждут наблюдатели и ученые. Что касается феномена сурейской пумы, то ничего феноменального в приведенных фактах нет, как не стараются нас в этом убедить авторы. Особых сомнений или неверия приведенные факты не вызывают. Первое, что приходит на ум, пума действительно существовала, но ничего мистического в этом нет, так как вела она себя совершенно естественно для дикого зверя, убивала телок, кроликов, косуль, то есть добывала себе пропитание, спасалась от погони. Появление ее очень конкретно во времени, возможно это животное было завезено каким-то любителем животных из Америки и выпущено на волю в графстве, либо убежало. Владелец не счел нужным сообщить об этом властям по каким-то своим соображениям. Целой колонии не существовало, поэтому и не было массовой гибели домашнего скота и диких животных в лесах. Тем более, что поголовного учета косули зайцев в лесах графства вероятно не велось. С 1965 по 1975 год сообщение о пуме не поступало. Возможно животное погибло, а в 1975 году это была уже другая пума или еще какое-нибудь животное, тем более, что во все времена не было недостатка в любителях мистификаций и розыгрышей, особенно в Англии. Таким образом, можно сказать, что многие научные открытия последнего времени достаточно серьезно поколебали уверенность в том, что еще недавно считалось истинной в последней инстанции. Теперь уже трудно сказать, откуда пошло убеждение «исчез с глаз человека какой-то вид животного?» Делается вывод это вымершее животное. Но через некоторое время обнаруживается, что данное животное существует на земле, и никакой мистики нет, просто сказывается ограниченность человеческих знаний. Например, несколько видов млекопитающих были переоткрыты после продолжительных периодов вымирания. Так только по ископаемым останкам, возраст которых составлял около двадцати тысяч лет, был известен австралийский карликовый горный опоссум. А в 1966 году его поймали в одном горнолыжном лагере у контейнера с пищевыми отходами. В 1977 году специалистом по зоологии позвоночных Мензисом был описан крылан булмера «летучая мышь». Описание было сделано по ископаемым останкам, возраст десять тысяч лет, найденным в одной из пещер на Новой Гвинеи. К великому удивлению ученого, он вскоре получил экземпляр вымершей летучей мыши, пойманной в другой пещере. Всем известна плотность населения в Японии. Найти там неизвестные науке животное казалось бы невозможно. И тем не менее, некоторое время назад там был обнаружен совершенно новый вид дикой кошки. В мире животных у нее не нашлось близких родственников, она оказалась единственным представителем своего вида и рода, а специалисты долгое время считали, что это просто одичавшие кошки и не занимались всерьез изучением зверька. В последнее время основными поставщиками новых видов были джунгли Южной Америки и Новой Гвинеи. Но ради крупных открытий порой и не нужно забираться столь далеко. Помимо случая с японской кошкой, можно вспомнить, что мексиканская банановая летучая мышь не была описана до 1960 года, а поразительные птицы-цветочницы были впервые обнаружены на вершине вулкана на Гавайских островах в 1973 году. Так что, наверное, обнаружение неведомых животных вполне еще возможно. Конец книги Июнь 1994 года Звук режиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский